Проверьте связь, пожалуйста. Звук вроде подключил. Интернет, походу, лагает у меня. Все, спасибо, извиняемся, но такие технические. Ничего не могу сделать. Сейчас Денис просто расскажет более подробно именно в нюансах. То есть это начиная с кейворда в серфте, в тайтл, буллеты и description. Все, начинай. По кейвордам, раз мы затронули, как я теперь собираю кейворды. Понятно, какой-нибудь опыт есть. Я беру конкурентов, учитывая, что товар продается и хорошо продается, я беру конкурентов. Десяток конкурентов, таких, как мне кажется, хороших, которые неплохо продают, разных. То есть, которые очень много продают, которые в среднем продают, у которых, как мне кажется, оптимизированные листинги, не оптимизированные листинги. Соответственно, используя различные сервисы генерации ключей, будь то там Merchant, либо Sonar, не суть важно, их очень много. Самое главное, выбирайте релевантные ключи. Ну, хотя бы, как вам кажется. То есть, понятно, что вы изначально можете все ключи не учесть, то есть какие-то там пропустить, проигнорировать. То есть, проанализировали своих конкурентов, выдернули у них там, как вам кажется, самые релевантные ключи. Так, как правило, тайтл, там, буллеты, description, посмотрели. Очень длинные ключи я не беру, беру, как правило, там, слова два-три максимум. Вот, выбираю там списочек слов, в зависимости от того, сколько у вас в трекере есть возможность одновременно отследить ключей. У меня там, например, до 500 могут отследить. Ну, я беру там 100, может быть там 200 ключей и загоняю их в трекинг и смотрю по конкурентам, по каким ключам они активно двигаются. То есть, по каким ключам они активно двигают позиции. То есть, как минимум, это говорит о том, что либо они этим ключам уделяют внимание активно, как-то их пытаются двигать за счет PPC, например. Либо там, ну, сейчас там методы продвижения не работают. Либо они по этим ключам активно продают, там, раздают или еще что-то. То есть, у них, как минимум, идут продажи по этим ключам. Вот, соответственно, смотрю, какие в первую очередь они двигают. Значит, я для себя как бы определяю, что, ну, в первую очередь, на них делать буду ставку при заполнении своих ключей. Вот, опять же, смотрю, как я по этим же ключам буду индексироваться. То есть, я выбираю вот эти, там, сотни ключей, например, себе тоже в трекинг закидываю и смотрю вообще, как мой листинг по ним проиндексировался. То есть, двигаюсь я по ним или не двигаюсь. Если, как бы, начинается какое-то движение, хотя бы, там, значительное, там, по 10, по 15, там, по 20 позиций в день. Вот, ну, понятно, что какие-то продажи достаточно для этого быть. Просто с нуля, ну, может проиндексироваться там день-два, но потом все равно позиции начнут падать. Вот, и смотрю обратную связь. То есть, если ключи двигаются у меня, неплохо пошли, значит, все хорошо, как бы, ну, в принципе, более-менее в листинге индексируются. То есть, их Amazon видит и по ним листинг индексируются. Вот, если обнаруживаю, что по каким-то ключам нет индекса, я их начинаю, ну, через storefront, соответственно, прогонять. Не видит, заполняю бэкэнд, то есть ключ этот. Там, заполнил, там, десяток ключей, посмотрел через какое-то время, там, через полчаса, через час, на следующий день просмотрел. Вот, заиндексировал эти ключи, пошла индексация ключей, через storefront прогоняю, там, да. Ну, и все хорошо, там, еще добавляю ключи. И вот таким образом потихоньку добавляю, ну, добавляю самые релевантные ключи, не повторяя. То есть, не используя те ключи, которые уже заиндексировались из буллетов, из description и стайдик. Не вижу смысла. Ну, может быть, один, там, какой-нибудь самый-самый крутой, там, два ключа. Но я пробовал убирать ключи полностью, как бы, добавлять, смотрел. Эффекта никакого нет на данный момент. От повторений, там, от того, что я дополнительно включил к себе бэкэнд, абсолютно нет. Если он уже проиндексировался в тайтле, то он и дальше будет хорошо индексироваться, и двигаться мы по нему будем. Главное – продавать. На данный момент самое главное – продажи. Независимо, по каким ключам вы продаете, продвижение идет сразу по всем ключам. Я, поначалу, раздавал на отзывы, собирал, соответственно, шли раздачи, раздавал после первой РЛ. Тем региверам, которые могли, скажем так, поискать, потрудиться. Ну, потому как товар новый, соответственно, изначально там мог быть и на 20-й, и на 15-й странице, и на 10-й по некоторым ключам. Соответственно, ну, нужно было помучиться. То есть я, ну, понимал, что если реально найти, ну, значит, давал инструкцию, и люди искали. Но если я видел, что сложно это будет, значит, давал SuperOral. SuperOral, ну, как мне показалось, работает. Переходы были, смотрю по ключам двигаться иначе. Вот. Просто даже любые продажи, даже из PPC не по тем ключам, которые ты планируешь, все равно двигают все ключи. Вот. Просто в меньшей степени, конечно, чем близкие. Опять же заметил, что Amazon сейчас начал цеплять, например, мы берем, ну, как вот, PPC фразовое соответствие. То есть если вы двигались по ключу, там, например, продали по ключу красный мячик, то все, что содержит в себе красный мячик, по всем ключам из этой группы, выбирая широкое соответствие, фразовое соответствие, будет продвижение. То есть вы будете двигаться. То есть это вот такой, скажем так, момент я для себя отметил. Соответственно, вы двигаете не один ключ, а целую группу ключей, которые содержат в себе этот ключ. Ну, только в зависимости от степени релевантности. И что касается заполнения, очень ревностно сейчас Amazon относится к релевантности. То есть старайтесь не использовать нерелевантные ключи, которые не имеют отношения к вашему листингу. Возможно, как бы, ну, какие-то ключи, как вам казалось бы, будут неплохо продавать. Но Amazon будет до того, что переносит из категорий. То есть, например, вы, например, находитесь в категории, там, Home Kitchen. А реально вы, там, ближе к спорту, к примеру. И у вас там какие-нибудь кухонные, там, ключи включены. Вот, ну, товар у вас реально по спорту. Соответственно, Amazon вас может перекинуть из-за этих ключей кухонных в кухню, например. А товар у вас реально, там, ближе к спорту. Ну, такие случаи уже, как бы, если были, там, спорадические такие. Вот теперь, ну, регулярно слушают ребят, там, кто-то пишет, что, так и всяко, Amazon взял и перенес. Хорошо, если он перенес еще в открытую категорию. Бывает, перейти в закрытую категорию. Соответственно, вы еще и вам листинг блокируют. То есть, вы торговать в этой категории не можете. Опять же, чем менее релевантный листинг, тем хуже вы будете двигаться. Потому что конверсия хуже, продаж нету. Amazon неинтересно, он вас не будет двигать так активно, как по его релевантным ключам. Каким образом он это делает, у всех, не у всех, это сложно сказать. Потому что у кого-то, ну, у меня, например, старые листинги работают по старой методике. Все заполнено, ну, заполнял я полностью бэкэнты с повторениями, и фразы в точном соответствии. Прописывал каждую фразу, которая мне хотелось индексироваться. Не обращая внимание на эти слова, повторяйте, все работает. Все индексируется, абсолютно никак, ничего не поменялось. Я поэтому пока не меняю ничего. Если вдруг начнет все слетать, ну, возможно, тогда тоже пересмотрю, там, включить. Но пока все работает. То есть, возможно, какие-то старые листинги, или в каких-то определенных подкатегориях, еще руки не дошли, он, Amazon, он не трогает. Новый листинг однозначно, как бы, все пришлось с нуля придумывать, тестировать. Таким образом, скажем так. Все понятно. Тут у меня несколько вопросов. Давайте сначала посмотрим. Тут, знаешь, какой вопрос был? У тебя по рекламе не было? Я просто забуду. Проблем какие-то последние три дня. А то несколько человек написал, что по рекламе один человек написал, что у него автомат на 3 доллара не работает, не в показах. Но это... У меня бывало и на 5 долларов я ставил. Не полностью лимит не выбирал. Сложно сказать. Тут есть такой момент. Я заметил автомат, например, с ним не надо сильно играться. Я, например, поставил автомат, достаточно небольшой, ну, там, доллар, грубо говоря, ставку поставил, да, там, ну, при рекламной цене, там, 50, там, где-то 40-50 центов я поставил, там, доллар, как бы, да, раскатегаривал. Автомат, он у меня пошел, и неплохие показы, там, по 3 тысячи, там, по 4 тысячи в сутки показов. То есть, как бы, ну, запустился автомат, все начало работать, клики пошли, там, по 70-80 центов клики, все хорошо, все окей. Как бы, я посмотрел, решил, ну, как бы, там, какое-то количество ключей выдернул, которые уже начал пробовать ставить вручную во фразовое соответствие, да, там, оптимизировать их. Вот. Решил немножко прибить ставку по автомату. Ну, думаю, как бы, по экономике немножко джинник поставил, там, в районе 60-70 центов. Ну, так как рекомендованная была 30-40, думаю, но в любом случае попадает. Все, практически пропали показы по рекламе. Вот, соответственно, потом обратно поднял, и тоже они сразу не появились. Но какое-то время прошло, там, день-два, и, как бы, автомат опять раскочегарился, опять запустился. То есть, он, его, если вы решили собирать статистику какую-то, его нельзя раскочегарить, вы должны, ну, отключать, ну, грубо говоря, там, прибивать ставки, как-то оптимизировать. Вот. Автомат, если вы уже запланировали его запускать, и собираете какую-то статистику, надо, чтобы он какое-то время поработал. Как ребята, рекламщики говорят, что я в этом два месяца нормально должен поработать. То есть, определили ли себя бюджет, который вам безболезненно, например, сливать. Вот. Вот. Запустили, и пускаем дело в этом. То есть, какую-то статистику набирает, собирает. Туда-сюда, ну, смысла нет. Просто будете реально сливать деньги, и никакого результата не получите. Даже если вы сильно опускаете, у вас проблемы с деньгами, его никогда не надо выключать, хотя бы просто на тормоза отпускаете. Да, у меня работает, у меня хорошо оптимизированная реклама. Вот уже один продукт нормально продает. Акос, из-за органики, у меня там, к ключам, наверное, по двадцати. Я на первой позиции, как бы, да. Ну, там не сильно конкурентная ниша, но повладь делаю на первой позиции. То есть, органики мне хватает. Трафика уже, как бы, идет органический трафик. Но я смотрю, мои конкуренты не отключают рекламу, и я не отключаю. Она мне там по пять, ну, максимум десять долларов в день жирает, и там клики зато по одиннадцать, там, по двенадцать центов. Иногда очень прикольные клики выскакивают. И реклама у меня все равно работает. Двадцать центов у меня стоит за клик, и она работает. И у меня в день, там, один, два, три, там, клика по автоматической рекламе все равно дергает. Вот. Но это уже, как бы, реклама, которая уже работает, там, полгода, наверное. Больше, наверное, даже. То есть, уже там, что-то оптимизировано. Акос, там, в районе пятнадцати процентов, он меня устраивает в среднем, там, по автоматической, по ручной компании. Ну, даже, как бы, я не отключаю. То есть. И заметил, что, если я отключаю рекламу, снижается трафик в целом. Тут такой есть момент, положительный от рекламы. Любой клик, неважно, попал, не попал, там, релевантный, не релевантный запрос был, это ваш потенциальный покупатель. То есть, даже если ему этот товар неинтересен был, Amazon все равно в памяти хранит, что этот человек когда-то этот товар смотрел. Рано или поздно он все равно может стрелить. То есть, чем больше кликов по вашему товару делают, тем больше потенциально аудитории вы имеете. Соответственно, ну, так люди искали только по релевантным запросам, возможно, вообще даже не знали, что, в принципе, ваш товар такой есть. А тут они кникнули, и у них там через полгода, через месяц это может выстрелить. То есть, где-то у них покажется, или там рассылка какая-то придет, или еще, или там аналогичный товар будет смотреть, и это ему предложится. И поэтому бывают такие всплески, из того не всего, там шло по пять, там, например, по десять продаж, по семь, там, например, а тут бах, может выскочить, например, там, двадцать продаж. Причем, вот в один, как будто бы, в один период, сейчас наблюдала такие ситуации, например, там выстрелило, там, в течение часа, двадцать продаж. Все, потом, как бы, ну, обычно, если в таком нормальном режиме, равномерно идет, там, да, по продукту. То есть, там, раз, продажа, раз, продажа, там, все. Каждый, там, 15-20 минут, там, час, там, какой-то, какие-то продажи выскакивают. А тут, вот, массово, так, одиночных, таких, вот, выстрелов, буквально в течение часа. То есть, видно, какая-то была рассылка, амазоновская. Как он там делал? Смотри, вопрос задает. Да, соответственно, сгенерировал какой-то трафик, такой вот, типа, аглатных дел. Соответственно, люди там пришли, купили. Какая проблема, здесь вот пишут вообще. Третий день, все, и ручная, и автомат компании замерли. Категории кухни. Работает. У кого-то есть такая еще? Или искать проблемы у себя? Показ вообще нет. Ну, такого опыта нет, я ни от кого не слышал. Вот сейчас два человека. Ну, как бы, глюки такие, разовые, скажем так, они не исключены. То есть, надо разбираться. Можно в саппорт, конечно, написать. Хуже не будет. То есть, возможно, какой-то технический сбой конкретно по аккаунту. Потому что куча серверов. То есть, неизвестно, на каком проблемы. Это может быть теоретически. Но тут, как минимум, надо смотреть в зарубежных группах, там, группах победмиссии. Если какой-то такой всеобщий глук, то, ну, так или иначе, он себя проявит там в комментах. У себя, если это точечно. Если это точечно, то, ну, как минимум, попробовать поиграться со ставкой, поднять. Слушай, тут не будет. Бюджетом ограничено всякий случай. Там, естественно, лишних денег. Сменить раскочегарить. Хорошо. Вот я говорю, у меня было, когда я понизил ставку, вот у меня просто там с трех тысяч, представляете, упало там до десяти-пятнадцати показов. Понятно. Вот, таких, понятно, вообще не было никаких. Опять же, посмотреть, не перекликаются ли компании между собой. Вообще ни по какой компании нету продаж, ну, в смысле показов, например, и кликов. Или, может быть, там какая-то реклама конфликтует, например, и она идет, скажем так, а та, на которой была ставка… Вот специалисты уже подсказывают, ставки повышаются. Я, в принципе, поддерживаю. Пробить деньгами, а потом уже… Самый простой способ. Да, если уже никакие ставки не помогают, то уже надо смотреть, разбираться, саппорт писать. Ну да, есть специализированная группа по этим вопросам. Я думаю, там ребята лучше подскажут, помогут. Так, какой алгоритм выкупа используешь? Виш-листы добавляешь, там всякими вот этими чудесами занимаешься? Ну да, старыми методами всем этим, конечно, пользуемся. То есть, если регивер нормальный, адекватный, я его знаю, там или как-то общались, то, конечно, прошу по возможности проделать какие-то манипуляции. Вот. Но какой-то такой алгоритм всем давать я не даю. Одного попрошу лишь в лист, там вопрос написать кто-то, один просто простой отзыв напишет, там 5-стар, там отличный продукт, да, кто-то там видео сделает, кто-то… Абсолютно рандомно, как бы, в зависимости от того, насколько близкие отношения с регивером, то есть, насколько можно у него попросить проделать какие-то там целодвижения. Бип плюс используешь? Нет, не использую. Я по рекламе не специалист, поэтому, скажем так, я использую принципы добра-добра не ищу, то есть, если работает, работает. Надо, конечно, включаться, ну, с ребятами советуюсь, вот, а кос-кос в этом плане там. Ну да, есть просто… Саша помогал мне, скажем так, пару советов, как бы, по моей рекламной компании. Они мне зашли, то есть, ну, реклама стала лучше работать. Вот. Оптимизировать пока… Я понимаю, что можно, но, опять же, начнешь с оптимизировать, еще хуже сделаешь. Вот. Пока меня устраивает, я использую какой-нибудь… Ну, автомат, я, как бы, не сторонник вот именно на старте запускать автомат для тех, кто не уверен в свои листы. То есть, если, например, ты новичок, вообще, в принципе, понятия не имеешь, что такое оптимизация вообще с русскими бурдами делать, да, тут… Либо попросить просто сразу спеца, чтобы он тебе помог, например, проверил твой лист, проиндексировал, там, инспекцию какую-то сделал, вот, и потом уже запускал автомат. Ну, что иначе, ну, получится куча нерелевантных запросов, асины непонятные какие-то, и, короче, статистики никакой не соберешь, за два месяца кучи денег сольешь и скажешь, что у нас это реклама будет. Абсолютно согласен, хотел добавить такие вещи. Первое. То, что действительно вообще такими специальными вещами кажется все просто, но на самом деле все сложно. Надо в любом случае обращаться по любым вопросам, разные вопросы, конкретно по PPC – то же самое. Для этого есть реальные специалисты, они этим занимаются, зарабатывают и денежку, и вам помогают. Это факт. А по поводу второго момента, вообще, когда запускается, ну, здесь уже не только от лисинга, насколько вы уверены, а вообще от товара. Уверены вы в своем товаре? Да. Ну, просто вы новичок, для пробы пера, для пробы пера PPC совершенно не обязательно запускать. Даже вот сейчас индусов нет, все равно никакой необходимости, вот это вот по старинке, как вот это, а ты сколько набирать? 15 отзывов сейчас наберу, и что, PPC и PPC. На автомат? На автомат. И что дальше? И не знаю, что дальше. А дальше торговля пойдет. Вот. И когда с такими, да, знаниями человек идет, точно не надо это делать. То есть лучше посоветовать группе или еще что там. Есть действительно специалисты. PPC, я считаю, вот лично я, я просто работаю именно с такими людьми, и сам такой, я в любом случае в товарах не так на 100% уверен, я их тестирую, и запуск PPC делаю я со второй где-то поставки, вторая и третья поставки. Так, когда были индусы, я делал третья поставки, если сейчас, вторая. Почему вторая? Потому что товарных остатков чаще всего не хватает. Вот. Я хочу PPC тратить деньги, так скажем, это сразу затратная часть, это неприбыльная часть. Кто рассчитывает на то, что вы PPC запустите и как в гугле будете на этом зарабатывать, это не факт. Ну, точнее, скорее всего, точно такого не будет. Вот. И за это вы должны зарабатывать на чем-то другом, получить органики там 5-10 своих штук, хотя бы, и потом запускать PPC. Вот тогда это будет интересно. Вы уже знаете больше, у вас хороший литинг, сами себя проверите. Уже будете понимать какие-то недостатки, что вы исправились с товаром. И будете более оптимизированный товар запускать с большим количеством отзывов. Вот и все. И за это и потом уже, когда вы будете понимать, что вы с товаром долго, мне кажется, более эффективным. Но еще раз говорю, это просто одна из стратегий. Все работают по-разному. Я делаю именно так. Тут как бы, ну, в любом случае, суть такова, что есть у тебя огромный листинг, да, тебе надо как-то получать органику. То есть, тут два варианта. Либо ты делаешь раздачи, генерируешь таким образом продажи, и Amazon тебя ранжирует по каким-то словам, и ты цепляешь какие-то там низкочистотники, либо средние частотники, и начинаешь цеплять какую-то органику минимальную, да. Вот. Ну, либо да, PPC ты включаешь, просто вообще посмотреть в принципе, будут ли у тебя продажи. Но, опять же, как мы уже говорили, много факторов. Кому-то будет недостаточно отзывов, у кого-то будет недостаточно, там, классной фотографии. То есть, можно столкнуться и с такой ситуацией, что ты запустишь PPC, как бы вроде, как тебе кажется, все хорошо, все замечательно, отзывов ты нормально собрал, ну, первая фотка неудачная и все. То есть, ну, как вариант, ну, можно просто протестировать состоятельность своего листинга. То есть, вообще, живой, неживой. Ну, только если для этого. Но, опять же, для того, чтобы запускать PPC, автомат, тем более, это надо быть уверенным на сто процентов, что, ну, листинг у тебя с точки зрения SEO оптимизации, он оптимизирован. То есть, у тебя есть ключи, по которым можно показать. Как минимум проверить на индексацию, то есть, индексируются ли ключи, опять же, посмотреть по всем, по каким ключам твоих конкурентов показываются. Ну, потом попробовать, опять же. Если ты запустил рекламу, у тебя пошли продажи, хоть какие-то незначительные. Ну, да, ты видишь там, например, какую-то конверсию, какая-то уже есть, да, придумаешь. Ты можешь сказать, что, в принципе, листинг неплохой, можно над ним работать, там, повышать социальную значимость, скажем так, подтверждение видеоотзывов, там, вот. Играться с PPC первой, там, да, смотреть на CTR. Ну, вот я реально могу сказать, что я, в силу того, что у меня получилось так, что товар пришел на склад за два дня, китайцы доставили. А сэмпл мне шел три недели. Я думаю, ну, закажу сэмпл. Сэмпл заказал, товар еще делался, изготавливался. Соответственно, ну, партия основная. Соответственно, я думаю, ну, закажу сэмпл, сэмпл придется, спокойно отфоткаю, и листинг у меня уже был написан. Мне только не хватало фотографий. Ну, и получилось так, что товар у меня пришел раньше, чем сэмпл. Как бы товар есть, надо что-то делать. Я думаю, начну раздачи раздавать. Я начал раздачи раздавать, делать. И у меня начала подхватываться органика только за счет раздачи. Объясни, что так подразумеваешь под словом «раздача». Поясни, пожалуйста, людям. Многие не понимают. Раздача для отзывов. То есть людям, которые потенциальные ревиверы, я раздавал товар, чтобы они мне оставили отзыв. Деньги ты пересылал, купоны давал. Попайпал, да. Через Попайпал. Оплачивал. С полным выкупом. Это искусная органика. Сейчас нет смысла. Другие задачи только для генерации трафика, если. То есть для создания видимости продажа. То есть искусственную органику создавал, как мы и говорим. Все мы собираем отзывы. Сейчас я группу вот эту скину. То есть если я не знаю, я сегодня уже раз пять кидал. По поводу ревью. В любом случае, пожалуйста, все прошу, не пишите в главной группе по поводу «я делаю ревью», «я хочу получить ревью». Пожалуйста, все туда. Да, очень много спамов в группе в основном получается вот именно по этим ревью, кто делает, кто не делает. Вот есть специализированная группа, там все эти моменты обсуждаются, рекламируются. Да даже даже не рекламируются. Просто там была ситуация, там это все как бы развивалось, все было нормально. Но были проблемы, связанные с недобросовестными, с претензиями, не очень много претензий. И тут еще там был другой момент. Вот. Я пока это прикрыл. Но сейчас как бы все стабилизировалось, все хорошо, нормально. Я считаю, вот это как раз группа для помощи. Хочешь платно, хочешь какие услуги – предлагайте. То есть там никакой денег никто ни с кого не берет. То есть кто как. Ну, я еще вот хотел рассказать про опыт этот с фотками. Ну и короче, не было у меня ни одной фотографии нормальной. Я там в гугле нашел какую-то фото. Фото более или менее похожее на мой продукт. Но, скажем так, никаких конкурентных преимуществ на этом фото не было. По отношению, то есть этих товаров там десятки. Как бы, ну, ничем не лучше, не хуже мой товар. Но, тем не менее, скажем так, клики были, переходы были. То есть люди видят мой товар. Как бы, да, ну, пытаются зайти, посмотреть на него, что за он. Понятно, что они никакого подтверждения не находят. Отзыв пока еще нету. Других фоток нету. То есть все очень скудненько, бедненько. Соответственно, люди побыл, уходят. Вот. Попробовал тоже. Ну, когда вот на еще появляется отзыв. Я уже запускаю PPC. Вот. Но я именно не на автомате, а именно в точное соответствие. Точнее, фразовое соответствие. Самые такие ходовые ключи, которые, как мне казалось. Вот. Ну, и посмотрел CTR. То есть, понятно, когда фотка была корявая, CTR предельно низкий. Но, в тем не менее, все равно людям интересно. Они смотрят. Понятно, они покупают, потому что, ну, дальше нет никакого подтверждения. Потом поменял фотку. Уже, как бы, у меня пришел мой сэмпл. Я первичный там за ночь отфоткал сам. Насколько смог. Вот. Фотки уже были намного лучше, чем та, которая стояла. Уже там штуки три, наверное, на фотке были. Уже даже несколько продаж было. Вот. CTR сразу вырос. Просто из-за того, что я поменял на более лучшую фотку. Уже с конкурентным преимуществом. То есть, то, чего нет у конкурентов, там немножко улучшенная, скажем так, модификация. Соответственно, вижу, что начал расти CTR. То есть, привлекательность моей первой фотки уже стала намного выше. Вот. Начали появляться отзывы. Вот. Стала расти конверсия. То есть, ну, прям все, как бы, налицо, да, весь алгоритм. Потому что люди кликают, им интересно, заходят, находят подтверждение. Какое количество отзывов? То есть, на старте, в середке? То есть, расскажи. Люди спрашивают. Пока, ну, я начинал, как бы, рекламу уже потихоньку двигался с пяти отзывов. Скажем так, в нише просто там нету конкурентов. Там нет конкурентов, например, которые там по тысяче, по десять тысяч отзывов. То есть, там, скажем так, сто, там, пятьдесят, там, семьдесят отзывов, там, тридцать, двадцать. Как бы, это нормальная ситуация. Поэтому, ну, я решил попробовать с пяти отзывов. Ну, пошло. Я вижу, что было бы больше отзывов, было бы лучше. Конверсия, скажем так. То есть, вопросы начинают добавлять, там, какое-то обсуждение начинается появляться. Конверсия, салат, начинает расти. Плюс, ну, я еще рассчитываю на обратную связь у покупателей. То есть, скажем так, они где-то сарафанное радио прорекламируют. Друзьям покажут, соответственно, еще дополнительные какие-то, ну, какая-то узнаваемость появится. То есть, это тоже не забывайте об этом. Что, так или иначе, если ваш товар производит ваш пет, то есть, ну, что-то классная упаковка, или, там, дизайн интересный, какое-то цветовое решение. Ну, реально, которое может произвести впечатление именно внешне, либо, там, технические характеристики, так или иначе, покупатели поделятся впечатлениями со своими друзьями, знакомыми, и, возможно, кто-то купит. Это тоже может подогреть интерес. То есть, об этом тоже, ну, не стоит забывать. Если вы продали, скажем так, сделали все красиво, а товар пришел бы банальный, как у всех, ничем вы не выделились по итогу, ну, да, возможно, не будет этого вау-эффекта, и, соответственно, не будет вот этого сарафанного радио. Вот вопрос спрашивает, где смотрят переходы на лейсинг? Это бизнес-репорты, сессии. Бизнес-репорты. Просто сессии, смотрите, и все, и вы там все увидите. Смотрите, как у вас изменяется сессия. Это, опять же, что у нас? Если сессия увеличилась, значит, ваш товар стал более интересен, его стало больше людей видеть, то есть, вы им какие-то позиции интересные заняли. Тут еще момент такой, разница между сессиями и просмотрами, если она очень, ну, как мне кажется, если она выше, ну, большая разница, например, в два, там, в поплавара, в два, в три раза, там. То есть, грубо говоря, человек возвращается на ваш лейсинг. То есть, он зашел, смотрит конкурентов, всяких разных, и все равно к вашему товару возвращается. И там ваш товар два-три раза за раз может посмотреть. То есть, как говорит о том, что все-таки что-то его цепляет, а ему интересно, он смотрит. Ну, опять, конверсия соотношений как раз покупок к сессиям. Вот и все. То есть, вот этими костными факторами, когда вы бизнес-репортом правильно пользуетесь, вы как раз можете понять, вы изменили фотографию, смотрит сессию у вас. Единственное, не забывайте, что это двое суток отставания. Вот. И вы изменили фотографию, баг сессия уменьшилась. Значит, что-то нездоровая фигня какая-то. Зато вы там буллеты изменили, я не знаю, description, и смотрите, у вас соотношение сессии стало старое, но парадар стало больше. Значит, конверсия. Кстати, я не знаю, как в других регионах, вот у меня я заметил такую особенность. Если я смотрю вечером бизнес-репорт, если я вот сейчас посмотрю там, да, то у меня покажут двухсуточные давности. Ну, отчет. Если буду смотреть где-то в районе 22 часов по Москве, у меня уже обновится и будут вчерашние данные показывать. Ну, вот тут момент. У них тоже база обновляется. Если я посмотрю там в шесть или в семь вечера, например, или завтра, например, посмотрю. Если я завтра утром посмотрю бизнес-репорт, там в десять утра, например, да, он мне вчерашний не покажет. Он покажет только позавчера. Только вот именно вечером, после 22 где-то, грубо говоря, до того, как сутки заканчиваются, он показывает вчерашние данные. Вот такой вот глюк. Иногда может показать вообще ноль. Он покажет вчерашний день, но ноль. И там график прямо вниз падает. Я поначалу первый раз испугался немножко зерна. Ну, вот такой вот глюк в отображении. Вот удобно. То есть вечером я всегда после десяти часов просматриваю, и тогда я получаю статистику за вчера. Так, здесь я это самое спрашиваю, Илья. Так, значит, Илья, я не понял. Без PPC можно как-то измерить трафик лисинга? Бизнес-репорт, график можно смотреть. Ну, это, наверное, я так понимаю, ответ был. Ну, именно отсортировать без PPC? Угу. Ну, как бы споры были тут, да. Я писал в Amazon дважды, включается ли в просмотре реклама. Как бы мне ответили однозначно, что не включается. И сейчас у меня вот, например, работает табунтоваром реклама. То есть по рекламе трафик очень большой, а количество сессий упало. То есть я могу все-таки сделать вывод, что все-таки не включается реклама. То есть реклама отдельная. То есть то, что вы видите в количестве сессий, ну, в бизнес-репортах, это чисто ваша органика. То есть это переходы без рекламы. Многих смущает тот момент, что когда включают рекламу, возрастает количество переходов органических. Тут как бы Amazon подогревает, ну, вы включаете рекламу, а Amazon начинает вас лучше ранжировать. Соответственно, по каким-то низкочастотным ключам, которые вы даже, может быть, не знаете, что они существуют, например. Вы поднимаетесь на первую страницу. Соответственно, у вас появляются дополнительные сессии, то есть переходы. Вы на них, может быть, забили болт, даже не знали вообще, что они есть, эти слова. Вот. И вот таким образом, получается, у вас органика возрастает. Ну, именно переходы обычных, без рекламы. Ну, вот я по своим отчетам сужу, что однозначно реклама не включается в бизнес-сессию. Реклама отдельно. То есть по рекламе, у меня может быть ситуация по рекламе 100 кликов, например, а сессии показывают там 60. Ну, короче, вот такое вот мнение. Вот еще как раз такой же вопрос из этой части. Да. И дважды мне саппорт отвечал на эту тему. Я писал именно на поддержку той рекламы. Несколько раз про него вопрос объяснял. И она мне с уверенностью отвечала, что нет, бизнес-репорты – это бизнес-репорт, ну, там, это органические сессии. Реклама – это реклама. Ну, вот. Вопрос из этой же серии. Можете ответить по супервиру для раздачи. Или не важно, какой делать. Еще вопрос. Есть ли разница, ревью будет, ревьюер будет искать или, соответственно, вот через Stormfront. Я не знаю, Stormfront вот это недавно сейчас показал. Игорь там, ему, наверное, кто-то до этого показал. То есть сейчас, в принципе, так понимаю, многие активно этим пользуются. Вот. Я лично, я лично могу сказать, как мы делаем. Мы, когда делаем запуск нового товара, мы, соответственно, пытаемся по определенным ключам продвигать его. То есть для меня лично в начальном этапе искусственная органика – это, в первую очередь, продвижение, во вторую очередь звездочки. Звездочки и сами придут. Не проблема. Тем более, есть у нас умельцы, которые фигачат и не Verify. Уже скоро и Verify будут фигачить без выкупа. Ну, так. Есть люди, которые там на все руки молодцы. Ну, как бы не было. Звездочки – это у меня как бы всегда были вторично. Мы это делали каким образом? В начальном этапе много, соответственно, те ключи, которые я хочу, как правило, не индексируются. Мы делали выкуп через Instagram. Сейчас, вот вчера мы как раз разговаривали, перестраиваемся на вот этот Storefront. Не надо лишние деньги. Ну, и вообще, чтобы индексацию органику это поднимать, проще через него выкупать. Вот. Ну, просто, в принципе, проще, потому что товар можно спокойно найти. Это очень просто, легко, никаких там сложностей нет. Вот. Но, но, когда Storefront вот этот вот мы проиндексируем, мы прогоним через эту фразу, проверим, индексация есть или нет, и, соответственно, сделаем выкупы. Когда товар подтянется на вторую, третью, там, пятую страницу, я буду просить, чтобы человек органически перелистал страницу, зашел, потусовался там пять минут и купил у меня, сделал, написал вопрос, добавил там, я не знаю, в виш-лист. И, соответственно, сделал выкуп. Вот мое мнение такое. Это однозначно, что, ну, самый такой прямой путь, понятно, что он будет самый эффективный, потому что, так или иначе, любые другие методы, они, возможно, в какой-то момент они эффективны, но, так или иначе, алгоритм меняется, вот, и в какой-то момент они просто перестают работать. Понятно, что органический поиск – это лучше всего, но не каждый ревейвер просто будет вас искать на двадцатой странице или на пятнадцатой. Да, ну, если кто знает, в URL вы, например, не можете перейти на пятидесятую страницу и у вас там белые поля и все дела, то есть вы просто-напросто переходите на вторую, там будет сверху, с первой нельзя так перейти. Переходите на любую, на вторую, на третью страницу, сверху будет номер, там, я же не говорю, кейворд, по-моему, три, например, или два страницы, и меняется на сорок, на пятьдесят. Все. А когда у нас, вот, мы листаем страницы, они закрыты становятся, ну, просто, опять же, в верхней вот этом, в URL просто убирайте все осины, перезагружайте и заново можете листать дальше. Так же такие вот элементарные вещи. Ну, опять же, вот мой такой, скажем так, совет, я когда заполняю ключи, трекером их смотрю, какие у меня лучше двигаются, да, то есть, ну, опять же, говорю, посмотрел конкурентов, то есть взял, там, например, сто ключей добил каждому конкуренту эти все ключи, посмотрел, по каким они двигаются, да, по каким они на первых местах, на первых страницах. Из этих ста ключей, например, я смотрю, там, десять конкурентов, и все там, грубо говоря, по одним и тем же десяти ключам там очень неплохо проранжировались, да, это, наверное, на первой, на второй, на третьей, на четвертой странице. То есть, смотрю, ну, все примерно, то есть, я делаю вывод, что, как минимум, ну, тут статистика уже начинает работать, если они все неплохо по этим ключам двигаются, значит, как минимум, либо они уделяют большое внимание именно этим ключам, что вряд ли, прям все сразу, то есть, скорее всего, просто они по этим ключам продают. То есть, они действительно релевантные ключи, по ним неплохо идут продажи, и, соответственно, Amazon по ним двигает, ну, если это действительно конкуренты, которые продают. Вот, соответственно, я, когда себе забиваю эти ключи, смотрю, как я по ним ранжируюсь, то есть, я, в первую очередь, уделяю внимание тем ключам, которые ближе всего к первой странице. То есть, я стараюсь по ним продвинуться, потому что по ним проще всего продвинуться. Не делайте ставку сразу на самые высокочастотные ключи, поначалу вас вообще может там Amazon не индексировать, вы будете там за трехсотой позицией, там, неизвестно где. Вот, какое-то время должно пройти, какие-то продажи должны начаться, чтобы он вас проиндексировал, начал поднимать, потому что буст этот начал работать. Ну, для этого вам зуба надо сразу. И если вы сразу сконцентрируетесь на ключе, который там высокочастотный, который там надо 20, 30, там, 50 продаж в день делать, это будет очень затратно. Не так, что у вас это выглядит сразу, так прям сработает. А зацепив какие-то низкочастотники, там, или среднечастотники, вы выскочите на первую, вторую страницу, вы и те подтянете ключи, и остальные. И потом по ним уже будет легче продвинуться. То есть, изначально вы, собственно, за счет густо продвинете немножечко, а потом уже там оставшиеся 5-7 страниц, например, вы можете там через ProRail, через раздачу, простимулировать, через PPC тоже. Опять же, я использую в комплексе. Если делаю, например, рекламки, объявления какие-то в Фейсбуке, да, в группах продажи, то, соответственно, делаю это еще и в комплексе. Сделал пару раздач, оставил там в группах продажи пару ссылочек на свой товар, там, ну, ссылки прямые не даю, делаю тизер, то есть фотку просто, там, что вот такой товар, да, красиво оформленный, такой, что прям все как-то, прям захотелось кликнуть на нее, прям такой, оффер офигенный. Вот, люди начинают кликать, писать в личку, там, где-то на страницу писать, на мою на бизнес-страничку. Естественно, я им в личку туда даю SuperRail, они переходят, то есть, ну, такой уже достаточно подогретый трафик, вот, и, собственно, высокая конверсия. И все это в комплексе, то есть, PPC включил на это слово, сделал раздачи точечные, там, регьювером, да, за деньги, например, написали на регью. И плюс, говорю, в группах продаж, там, генерировал трафик с Фейсбука, ну, как, Денис, ты говоришь, с Инстаграм, можно с Инстаграма, если товар такой классный, который, ну, красивый, яркий, что-то, да, то есть, такой импульсный, прям, импульсные покупки, то можно Инстаграм, Инстаграм вообще офигенно работает, кто умеет пользоваться. Нет, тут они делают искусственный, просто наши покупатели захочут из Инстаграма сступать через ссылку, то есть, тут не расхоченный Инстаграм. Единственный, Инстаграм, момент такой, там же нету, например, сразу, например, картинку, чтобы ссылку прописать под картинку, нет такой возможности, да, насколько я помню. Там, если ты комментишь, или там описаешь, в описании добавляешь ссылку, она просто затирается. По-моему, ссылку можно добавить только в описание, ну, как в магазин, как в сайт, и типа, если ссылка, комментишь, типа, нет, такой вот, для покупки, там, повара, там, переходите по ссылке вверху. То есть, соответственно, ну, сделать короткую ссылочку, как вот на магазин, и по ней перейти. Ну, я пробовал так, ну, пока не могу сказать, я Инстаграм для меня это пока темная лошадка. Но отклики есть, я вижу в Инстаграм, если я почу фотки, то прям комментов много, отзывы, ну, какой-то движ есть. То есть, причем, что у меня там совсем история смешная, с первого товара она собиралась, вот, соответственно, я сейчас пытаюсь как-либо двигать второй товар, именно вот за, ну, за счет вот именно вот этой аудитории, которая у меня уже сформировалась на бизнес-страничке и подписчики в Инстаграм. То есть, я понимаю, что если бы у меня была бы серьезная база, если бы я, ну, там, при помощи сервисов собрал хорошую, ну, релевантную базу подписчиков, то, возможно, все было бы намного эффективнее. Ну, опять же, ассеналам, ассеналам это отдельная статья, как бы тут надо обращаться по персоналам, чтобы они вам раскрутили аккаунт, если вы хотите этим заниматься, надо быть готовым потратить нормальную кучу денег на раскрутку этого аккаунта, вот, чтобы там был релевантный контент, чтобы подписчики не уходили, чтобы подписчики были действительно релевантные, там, через рекламу, почему их насобирать, а не просто там каких-то ботов, вот. У меня в моем аккаунте в Инстаграм физическом, в моем, там, 10% реальных живых людей, а 90% там, похудей к лету, там, бады, black mask и всякая разная хрень, короче. Понятно. Здесь вот как раз вот человек спрашивал по поводу множественного единичного числа, у меня идея возникла. По кейвордам чуть поточнее, по сервисерам. Первое. Фразами с повторением без повторения делаешь, через запятую без запятых. Не используешь? Не использую. Как использую? Не пробовал. Я скажу, что я не пробовал. То есть, можно попробовать, но я попробовал просто без повторений, через пробелы, именно уникальные слова. Фразами фраза от фраз ушел, да? От фраз ушел, да. Я, как делаю, в хиле он загоняю буллеты, тайтл, дескрипшн, прогоняю слова на уникальность. Соответственно, если у меня этих слов нету там, я их начинаю добавлять. Именно уникальные слова добавлять в бэкэнд. В сетчтормах. Как к тебе отношения тогда? Так, зеркала у тебя нет. Множенно, единичное число? Тоже ошибки, множно, единичное. А, ну, множно, единичное я заполняю. Не знаю, я не тестировал, влияет, не влияет, но я заполняю множно, единичное. Ошибки? Ошибки пробовал, ошибки вообще вниз у меня подскатывались все. То есть вот у меня по первому даже товару, по которому все было хорошо, ошибки сейчас вообще не декоративно по ошибкам. Да, еще. Потому что они у меня есть заполняем. И Amazon предлагает варианты замены, чтобы без ошибок. И причем, если ты на автопилоте набираешь, сразу набрал слово Enter, то Amazon сразу подменяет. Ну, нет смысла. По ошибкам я пробовал, по ошибкам искать принудительно, специально. Очень малое количество выдает. То есть, ну, это маловероятно, что кто-то будет реально специально искать по ошибке. Понятно. Ну, расскажу, что есть и другие варианты. Выдача очень маленькая. Я так же, как у Васевича делаю, я делаю сейчас фразами с повторением через запятую. Раньше без запятой делал, но в последнее время у меня такая тема. Во-первых, полгода назад еще разговор был о множественном числе, то есть фраза с множественным числом. Это достаточно просто. Просто строку поиска Amazon вставляете и проверяете. У меня почти всегда при множественном числе совершенно другая выборка. Я про спонсоров вообще молчу, там всегда другая. По выборке другая. Сейчас у меня еще произошло изменение. Стали и зеркала. Тоже показывают разную выборку. Бывает она практически похожая, но бывает прям вообще разная. Вот. Раньше, еще полгода, когда я этим занимался, совсем была другая история. Любое зеркало, там dog, dog bad, bad dog. Пишешь, обязательно одно и то же. Просто все копия. Сейчас нифига, из-за этого все сомнительные моменты у кого какие есть. Ножное число, повторение. Кто как бы делал? Вот как раз два варианта. Листинги можно делать, серстернки, ворды. То есть, я не знаю, 70-80% всего листинга. Вот. Можно делать абсолютно по-разному. И индексация у всех есть. И фразовая, и, соответственно, с запятой, и без запятой, повторениями, без повторений. Кому как нравится. Вот я пришел, почему начал экспериментировать, я как раз столкнулся с тем, что мне количества не хватало. Я когда перенасыщал листин, ну, кейворды, то есть, причем я до 2000 символов делал. То есть, я не запевал туда вообще. А за главный, вот главный, за главный, строчный никогда не задумывался? Нет, никогда не задумывался, никогда не использовал. В Хеллиуме есть такая опция, делать полностью капсид, делать там только первые, за главные. Маловероятно, мне кажется. Все же, тут вопрос, должен делать, мне кажется, сам разум, прийти к тому, что использовать отдельно слова. И он сам будет из них составлять. Другой вопрос, как он будет оценивать релевантность вашего. То есть, важно уделять внимание наполнению. Сергей Власевич, например, я знаю, у него Enhan Brand Content, да, как бы, тут вот ребята недавно были предложены, и я ему предложил идею, протестировал его. Вот он, я так понимаю, протестировал, и у него, вроде бы, как это все дело работает. Вот, то есть, когда у тебя не хватает ключей, ну, когда ты используешь фазы, понятно, что у тебя будет не хватать места, сервистормах. Особенно, если еще, как у меня, например, количество сильно порезали, то есть, у меня просто не индексируется. Если я очень длинные делаю поля, все равно, причем, ну, достаточно релевантные заполняю. То есть, не идет речь о том, что я просто кучу шлака туда напихал. Релевантные фразы, оставляю такие, ну, может, сто фраз, да, и они не индексируются. Так вот, для многих выходом стало наличие, когда у тебя хан-бренд-контент, то есть, description, он индексируется, старый, но он не показывается. То есть, получается, может, description просто написать фраз ключевых, там, неважно, в каком порядке, там, потому что покупатель этого не видит. Это видит только робот поисковой. Соответственно, он видит покупатель твой хан-бренд-контент, картинки твои красивые, там, с описаниями, а description все равно индексируется. Вот, ну, как бы, как вариант, выход, можно попробовать заиндексировать туда слова, те, которые не индексируются, например, там, в Батензии, или там места не хватает. Ну, да, понятно. Так, ну, и ты Испанию используешь испанские слова? Сколько строчков одну? Потому что у тебя там заточены испанские товары. Использую, использую, и сейчас, и новый товар тоже использую, как бы, не знаю, сложно вам пока сказать, статистики мало, но по первому товару, однозначно, там, очень много у меня, в этих, в, как оно называется, в покупателях, Мендезов, Гомезов и всяких разных там латиносов. И, ну, отклик такой неплохой был. У меня несколько испаноязычных стран, скажем так, популярен этот товар. И я вижу, что процентов 20, наверное, у меня от покупателей латиносов. Просто переводят с английского на испанский, тупо. Или ты все-таки как-то пробиваешь? Ну, как бы, у меня своя методика, я не знаю испанского языка, и достаточно посредственно знаю английский язык, ну, на уровне общения, да, американский, понятно, не знаю. Я делаю как? Я беру с английского перевожу на испанский и с русского на испанский. Если переводы совпадают, ну, значит, я тогда с большей долей вероятности беру это слово. Если просто слово перевести, понятно, это несложно. Ну, если фразу, например, из трех слов, да, то бывают иногда очень неожиданные переводы, там, коветы, это очень сильно. Вот, тогда я говорю из нескольких языков. То есть туда-сюда, ну, тоже нормальный вариант, я так английский перевод перепроверяю. Перевожу с русского на английский, а потом с английского на русский. Смотрю, ну, если то на то получилось, ну, значит, более или менее окей. Если там бред какой-то вообще, там бывает иногда в гугле запятую поставил или точку, там, да, в конце фразы, и совершенно меняется. Обязательно надо ставить, кстати, потому что, да, там смысл вообще кардинально меняется. Да, 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 там, ты можешь, например, написать утверждение, а он переведет как вопрос. Или, наоборот, ты написал вопрос, например, вопросточный знак не поставил, он его как утверждение переведет. Если плохо знаешь английский, то, ну, подумаешь, что все окей, а на самом деле там, кашемалаш. Понятно. Кстати, недавно интересный момент был, в личку написали мне китайцы. Я не могу понять, ну, добро иероглифов. То есть, трэш такой, да, простыня такая. Из-за иероглифов. Думаю, что за хрень? Думаю, может, там, мало ли какие хайджекеры, знаешь. Взял через гугл прогнал, смотрю, что-то там про ревью, короче. Ну, и по итогу пишу своим китайцам, там, которые покупкой занимаются, да, таким нейтральным, скажем так. Скидываю, говорю, переводите, там, как в том этом, Иван Васильевич, мне про офисию, да, нам бы немножко понять смысл, о чем-то он этот посол говорит. Короче, пишет мне, что, типа, там, сейчас очень большая проблема с отзывами на рынке, очень много всяких разных групп, там, Amazon банит жестко, там, как бы, да. А вот у нас, мы, группа студентов, короче, мы, которые, там, представляем... Что-то и на английском не написали, что-то, я могу. Короче, они, типа, предоставляют высококачественно, ну, может, они меня за китайца приняли, подумали, что я их братцы, нам, типа, пришли мне помочь. Вот, и по итогу написали, там, так и сяк, что вот это все фейк, сейчас все развод кругом, да, мы тут все добросовестно, качественно работаем, у нас, там, большая аудитория, порядка 200 регионеров, только высококачественные ревью пишем. Ну, не знаю, короче, китайцы начали сейчас активно продвигать сервисы по регионам. Понятно. Так. Что там у нас? По поводу, кстати, вот, Amazon сейчас написали, по поводу Amazon, как ты его используешь. Там смысл такой, что, если мы тестируем вот эти вот выбранные ключи на старте, ну, например, мы еще не запустились там, за неделю, за две, за месяц, Сергей как раз у нас там, Keyword Inspector запускает свои конкуренты. Amazon можно тоже запустить, когда вы сделаете, выберете вот эти там десяток ключей своих основных и запустили оси на основных конкурентов, можно смотреть, по каким они двигаются, набирая статистику. Да вот, я так и делаю. Причем, есть такой момент, тоже заметил. По некоторым товарам, ну, тут, как бы, кто что пишет, там, да, кто-то, Keyword Inspector, либо кто-то Google, кто-то. Если хотите более-менее объективную статистику получить, ищите везде. По всем, скажем так, всеми средствам. Потому что по каким-то, по какой-то группе товаров, I'm the one классно показывает, все вроде отличные, и там, и объемы, вот, и какие-то ключи подбирает толково. По каким-то Сонар хорошо показывает, подбирает, а по каким-то только Google, и все остальное вообще ничего не показывает. Ну, я, например, все же больше столь не доверять Google, потому что, как таковые, я не верю, что есть сервисы, которые могут реально нормально показывать ему заносить. Ну, мне Merchant Word нравится все равно, он неплохой. Это очень, ну, опять же, да, то же самое, старый, добрый Merchant Word. Как бы, собрали ключи, самые, как вам кажется, элементные, я вот не ревнюсь, просто беру список ключей, там, в Excel выгрузил, и прям вот каждый, там, по одному беру, прям читываюсь, то есть, например, да, если я продаю, там, например, красные резиновые мячики, там какой-нибудь, там какой-нибудь белый кожаный мяч, да, там супер офигенный запрос, на большом количестве запросов. Понятно, что если по этому ключу будут искать мой товар, ну, не купят, ну, это, блин, гадалки не хотят. Мне все такое уж очень, там, очень понравится, да, он реально будет в тысячу раз круче, вот, я такие ключи изначально просто выбрасываю, либо совсем не релевантные, да, там, какие-нибудь с какой-то опцией, например, там, опять же, кружка, там, с подогревом у вас, да, там, например, кружку продаете, там, например, там есть кружка с подогревом, или, наоборот, там, термокружка, да, она у вас нифига нет ни термой, ни с подогревом. То есть, если ваш товар будет находить по этому ключевому запросу, а у вас обычный ключ, ну, понятно, не будет покупать, не нужно по ним двигаться, какого там соблазнительного этот запрос не был. Я беру, так вот, выкидываю, там, если товар, например, для взрослых, например, да, там, детям, ну, никак вообще не пойдет. Соответственно, я выкидываю «For Kids», например, или «For Women», если он только для «Men». Вот эти все неэлевантные фразочки какие-то. Ну, если «Helium», это можно прям забивать. «Men», например, «Bach», все, что с «Men» выкинул. А все, что, например, замораживающее или охлаждающее, выкинул «Men», например, не подходит к нему. И вот детально выбираю из таких, например, высокой среди частотных ключей, выбираю там какую-то костяк, 100-200 ключей, например. Но, опять же, тут зависит от того, насколько вам позволяет трекер вкинуть туда ключи. Как вариант, те, кто, например, только начинает, то же самое «MZ-One», например, или там «MZ-Tracker», предоставляет бесплатную неделю тестирования. Причем ты можешь подключиться там сразу на максимальный тариф, там тебе сразу даст тысячу ключей. Ты загоняешь тысячу ключей или сотни или две, сколько тебе нужно. И смотришь. Семь дней вот так вот. Достаточно, чтобы собрать первоначальную статистику вообще. По ним конкуренты индексируются, не индексируются, на каких они страницах. Ну, то есть сразу получается по ста ключам, например, что ваши конкуренты все, например, самые крутые, они все по этим ключам индексируются. И они там, например, вплоть до пятой страницы, стабильно, или до четвертой, есть по этим ключам. То есть вы уже понимаете, что да, ключи собраны хорошо, ваши конкуренты по этим ключам индексируются и неплохие позиции занимают. Потом взяли, отписались, например, от сервиса. Семь дней, главное, чтобы не прошло. У вас ничего не спустится, но вы уже статистику какую-то для себя соберете. То же самое МЗВА, например, если подписался, сколько, 20-40 ключей, 40 кассников он дает, если без апгрейда, с апгрейдом 110 ключей. Ну, 110 ключей для одного товара это уже, ну, я считаю, очень неплохо. То есть если вы по всем этим 110 ключам хоть как-то проаранжируетесь, хотя бы по 10 будете продаваться, ну, это уже неплохо для старта. Да я даже не знаю, 110, я честно ни разу не видел такое чудо. Ну, реально 110 ключей это очень много. Да это нереально просто, я знаю. Ну, если какие-то такие. Я сейчас по продукту в низкоконкурентные ниши по 20 где-то словам я на первой странице. Ну, где-то там на десятой позиции, где-то на седьмой, где-то на первой позиции. Но низкоконкурентные ниши, туда легко выбиться. Если бы я был в высококонкурентной нише по 10 сильным ключам, например, в топе, там на первой странице, я не знаю, там по 500 штук в день должен продавать. Я и говорю, я вот больше тридцати никого не видел. Иногда двух-трех ключей достаточно, ну. Поэтому 110 ключей на старте это вот так. Тебе советовать на мексиканском Амазоне выдергивать прямо. Можно вытаскивать на, по логичным продуктам просто берешь. Да, вариант, кстати, но заметил, что по моему продукту описание на английском. В Мексике? В Мексике, да. На мексиканском Амазоне тупо просто скопировано этот же товар с американского, ничего не переведено просто на английском. Скуденько. Ничто не заворачивается, не переводит, короче. Китайцы, видно, не парятся. Они не знают, что Мексика это не Америка, да? Да, они не знают, что там другой язык. Им и так сойдет, Йома. Ну, вот я столкнулся с такой... Ну, если у них сервис есть по 200 отзывов, Йома, что им вообще знать? Какая разница? Английский, это китайский, Йома. Хоть ни на китайском, ни на японском написали. Ну да. Кстати, про Японию ничего не слышал? Интересно. Нет. Я пока... Ну, я понимаю, что это надо, там, большой кусок времени этому всему уделить. Ну, пока я на американском сцене. Да, да. Я даже от Европы тоже отошел. Я с Америкой не успеваю, наверное, тут до Европы. Блин, на самом деле, если нормально взять трафик этот, который американский, ну, тут за глаза хватит. Это если у вас уже супер крутой бренд, и вы понимаете, что у вас будут, ну, уже как бы, какой-то там раскрутили немножко, и у вас его будут брать везде. Ну, вы уже уверены, у вас уже есть бюджет. Ну, понятно, можно без проблем устабливаться, но ты просто потеряешь очень большой кусок трафика на американском рынке, и не сильно-то ты приобретешь на европейском, ну, уж тем более на японском. Там вообще все, там, как минимум, с языком будут проблемы. Потому что, ну, напишет тебе какой-нибудь японец, как бы, у нас человека садить, сервис какой-то, обратной связи, бейки, что-то там. Сергей подтянулся, хочет 200 отзывов. Что за сервис? Китайцы дай ему, ё-бой. От китайца я ему сброшу ссылку, там, этот, WeChat есть, там есть телефон WeChat, пускай WeChat не постучится, скажет, что вот я от Дениса, как бы, вы тут ему предлагали там скидку реферальную какую-нибудь. Да. Каждый пятый отзыв бесплатно. Да, народ подтягивается потихоньку. Если они, знаешь, китайцы будут из разряда отзывов писать, моя, твоя, хорошо, там, не понимать, там. Тратата. Мы купили, когда-то, будучи студентами, чайник. У нас сгорел чайник, купили чайник. Мало того, что он вонял, там, месяц, наверное, все. Нам сказали, продавец на рынке, что он выведется. Говорит, там, кипятите пару раз в воду, и запах пройдет. Короче, мы уезжали из общежития, он так и не ушел, этот запах. И там, знаешь, из разряда описание было. Новая вода, бойленная конструкция. Там, держать сталь, хорошо быть, там, вот. Это причем вот дословно. Ну, ты представляешь, как тебе на иероглифы бы писал отзывы? Вот просто. То же самое они не понимают, как можно написать на наших иероглифах. Вот, из-за этого ничего удивительного. А переводчик переводит именно вот так. Ну, так что... Недавно еще, я не знаю, сейчас уже, по-моему, поправили в Google. Наверное, программисты поприкалывались. Путин переводил... Google переводил Путин, переводил генерал Пекин. Ну, там они... Кто-то... Любят, да. Да, у нас был случай тоже на Академии искусств. Строители работали. Причем я в строительной сфере был. И, как бы, мой объект был тогда. И строители взяли, решили пошутить. Взяли слово из трех букв, выложили мешками со штукатуркой на крыше. И Google Maps с фотками... Ну, там же они очень редко обновляются. Там где-то раз в год фотографии... Почти год висела фотка. Там все новостные сайты, короче, что-то фотки растиражировали. И реально заходил в Google Maps, увеличивал, смотрел. Там два слова из трех букв на крыше написано. Прикольно. А, по поводу СЕО, по поводу индусов, СЕО и всего остального хотел. Ну, в четверг как раз я рассказал про Владимира. На данный момент я у него уточнял. Ни у кого сейчас. И у него уже... Ну, он мне, по крайней мере, сказал в последний раз. Ничего не работает. То есть, на данный момент идет карусель. Товары прыгают вверх, вниз, вправо, назад. Вообще непонятно как. Есть предположение, мы вот общались. Это идет проверка тупо товаров. Вот как раз о чем разговор. Кого ты вот сказал в начале беседы о том, что индексируют, не индексируют. То есть, продается, не продается товар. И сейчас, на данный момент, Амазон, я так понимаю, поняли, чем сейчас народ занимается. И они с низов понимают многие товары. Просто проверят. Товарные остатки проверяют. А вдруг это без цели. А вдруг это классный товар. Да. То есть, идет вот именно замес сейчас в таком отношении. Потому что мы льем трафик, не льем. Не льем на него, он улетает на десятую. Не льем трафик, он улетает на первую. То есть, идет такая ротация сумбурная. То есть, идет какой-то микробуст. Обратите все внимание, может кто-то и зацепится. Не знаю. Все на данный момент, кого я знаю, только потеряли в продажах. То есть, они потеряли много крутых своих прав. Я скажу, что у меня стерильный аккаунт. Я не видел таких массированных. Ну, за исключением там такие точечные. Какие-то друзей попросить там где-то. То есть, у меня за счет этих клеваний вообще никакого критического движения по лестнингу не было. То есть, я как был на тех позициях, я на тех же позициях до сих пор никуда не сваливаюсь. Там плюс-минус, наоборот, даже где-то начал подниматься. То есть, конкуренты, возможно, что-то мультили. И плюс, один момент такой неприятный у меня случился. Ну как, для меня приятный, да, но непонятно, чего ждать от Амазона. Короче, у меня был один очень крутой, топовый конкурент в нише. Причем, что ниша, я говорю, такая слабая конкурентная. То есть, там нет особо таких ярко выраженных. Ну, продаж там, да, то есть объемов, трафика. Но зашел конкурент, который реально чуть ли не там весь трафик на себя стал забирать. Он там по всем позициям продвинулся. Когда-то он там более 500 отзывов там сразу буквально за полторы недели собрал. Потом ему срезали, оставили только сотни. Вот. И он стабильно там закрепился на первых позициях. Ну, не исключаю, что использовал Взенбласт, возможно, какой-то, да, для сбора отзывов когда-то. Потом, возможно, какие-то севы эти индусские использовал. И он такие трендовые товары там запускал. Вот. Вот. Навзак вот этот вот, да, там вот эта маска вот эта, которая с трубкой, ну, которая патентованные товары. И, соответственно, и тут в какой-то момент… Что за маска с трубкой? Ну, маска такая, на все лицо… Под водном плавании с нулем, что ли? Да, под водном плавании. А у меня что-то народ торгует, и не один, десяток, и ничего. Да. Говорят, что патентованные. Да, неплохо торгуют, неплохо продаются. Вот мой конкурент, он в ламзаки эти полез, полез в эти маски. И, короче, тут он бах и пропал. Именно вот по этим товарам, старые товары, которые у него были, у него все окей, лесники сохранились. По новым товарам у него сейчас мой товар пропал, и пропал вот эта вот, маска пропала, и пропала ламзак. И не знаю, что случилось. Как вариант, мне кажется, может быть даже не патент, а появился ламзак вот этот вот, да, под этим же брендом, но у другого продавца. У меня есть версия, я пробил его через ESPTO. Этот бренд у него, который был, он есть, но подана заявка, подана заявка в апреле. Я думаю, что какие-то китайцы, наверное, заметили, что он неплохо начал продавать очень хорошо свои товары, и просто тупо попытались отжать у него бренд. И, возможно, он с этим экстренно подал на регистрацию, хотя конкурент очень крутой, но в Англии у него порядка уже, наверное, 20 товаров, то есть он опытный продавец, и бюджет у него есть, но он, видимо, не позаботился о создании своего бренда изначально, а когда уже начались, может быть, какие-то угрозы, или жалобы, или письма какие-то, позаботился, но это уже поздно. То есть он в апреле буквально подал заявку, и, скорее всего, что кто-то раньше него, и сейчас, я так думаю, просто на него жалобу кинули, Амазона, что он торгует под их брендом. И вот один товар уже ушел. То есть им торгует уже другой продавец, причем у этого продавца уже большое количество разных товаров, ну, не связанных вообще никак, но с собой. То есть такое ощущение, что он просто тупо интересные классные товары на себя перетягивает, просто регистрирует бренды, и, ну, отжимает таким образом листы. Так, ты не пользовался Amazon D-Service, Ad-Service, ну, которого там реклама идет? Ну, это же бендер, это же... Юрляцом надо быть? Да. Да. Это нужно регистрироваться в этой, блин... Ну, это Саша Ковалев, он, блин, по-моему, уже использует, он же подключился, он долгое время там занимался. Я знаю, что ребята, у которых есть компания, причем есть IT-компания, очень это быстро делают, регистрируют моменты. Сразу опробу получают. Ну, работают эти, не работают, не могу сказать. Я в рекламе, как синяя в описании. По поводу маска с трубкой, я могу сказать, что у меня несколько человек торгуют, никаких проблем не было, так что не знаю, какая ситуация, ничего не слышал. Я попробую поискать, мне даже интересно стало, попробую поискать насчет патента. Это кто-то говорил, что патент, да. Понял. Я просто не слышал, за это для меня, честно, могу сказать, первый раз слышу, надо будет уточнить. Так, что-то еще хотел спросить. Ну, торгуют же, Фиджет Кьюбами торгуют, понимаешь. Нет, Фиджет Кьюбина, нет, а он еще... Я его нашел. Не подошел, там патент по именинке. Вот, потому что мы же хотели в группе его запустить, и как раз нам вот этот, по проверкам торговых марок, регистрация, он как раз проверил, говорит, все, патент пендинг, прям сразу нашел, говорит, не лезь сюда. Так я его тоже нашел. Я же помню, что тогда Женя скидывал ссылочку прямо на этот патент. Да-да. Стал вопрос. Я даже снял небольшой там ролик даже. Как я искал. Кидал его. Ну, вот здесь вопрос опять про Сёрш-Тёр. Ну, мы как бы, посмотрите, пожалуйста, видеозаписи, потому что уже много раз стратегий много, можно делать с повторениями, фразами. У меня такое впечатление, что с учетом того, что Amazon тестирует это дело, у всех может быть по-разному. Надо пробовать. То есть, ну, реально, однозначно нужно проверять на индексацию. То есть, методов проверки на индексацию много. То есть, и сервис есть, там, сайты кто-то предлагал, специализированные через Storefront, и через Aisin. Ну, надо проверять, однозначно. То есть, если ваш товар нищится по вашему ключу, значит, у вас есть проблемы. Почему они? Вот только тестируем не можно выяснить. Либо количество где-то... Вот у меня была проблема, или мне подсказал, например, что буллеты очень длинные. То есть, мне пришлось срезать буллеты, оставлять самый цимус там. А так, до этого у меня, получается, первый, второй буллет индексировался, третий не индексировался, четвертый индексировался, пятый не индексировался. Ну, попробуй пойми. Почему? Срезал все буллеты, как бы, да, укоротил их немножко, сделал меньше, все заиндексировались. Спрашивают, как ты нашел наличие торговой марки? Через что, через опыта? Через Неспытова просто нашел, ну, его этот бренд, скажем так, посмотрел, кому принадлежит, принадлежит, и у него название магазина совпадает с юридическим лицом. Соответственно, там бренд принадлежит такому-то магазину. Причем бренд на скорую руку схлепали, потому что ни графического отображения ничего, там просто слово. То есть он патентовал именно слово. Ну, у меня такое сложное впечатление, что это все в спешке делалось, потому что вообще у него, как бы, логотип есть, да, то есть и определенный шрифт в написании, но на ИСПТО подан только текстовый. То есть, ну, опять же, на ИСПТО ты можешь подать, регистрировать как графическое изображение, шрифт можешь, там, например, стиль написания, графику и текст, либо просто текст, как бы, да, вот, он подавал просто на текст. То есть у меня сложилось впечатление, что это вот именно в спешке, чтобы как-то обезопаситься. Есть такой вопрос. Людям, которые имеют неплохие продажи в нише, очень крутые продажи в нише, я бы посоветовал максимально быстро заниматься регистрацией торговой марки. Да, есть люди, обращайтесь. Хайджекеры не дремлют. Да, есть люди, обращайтесь. Если нет, то есть заграничные, не проблема, то есть просто вопрос, кому где нравится. Так, вопрос такой. Я не смог запустить продажи, товар уже лежит более восьми месяцев на Амазон. Предлагает, предлагает вывести большую часть со склада, что может советоваться. Ну, в любом случае, рестарт однозначно и причина к чему. Ну, тут уже будет лон торгом, сторож фи уже. Это уже шесть. А за двенадцать вообще адские. Да, то есть надо в любом случае вывозить на предцентры какие-нибудь и принимать дальше решения, потому что вы за Амазон заплатите больше. Ну, или перекреститься, забыть вообще, что вы там были на Амазоне, карты все отцепить, каким-нибудь макаром и все. Ну, попробовать ки-бэйщиком, попробовать максимальную цену, продать хотя бы хоть какие-то деньги. Есть люди, я смотрю, достаточно много, даже через группу продают товары. Просто мне больше всего убивают люди. Такая простота, мне просто нравится. Я продаю по себестоимости. Да кому нужен по себестоимости товара? Кому нужен по себестоимости? В Китае сколько хочешь. Смех просто, просто смех. Ну, я считаю, справедливая цена. Я понимаю, что вы доставили туда-сюда. Ну, вот товар, например, в себестоимости там 4 доллара. Ну, я бы рассматривал, например, покупку. Я не покупаю. Мне не надо предлагать. Просто я считаю, справедливая цена, ну, хотя бы 50% на дисконт. То есть это как бы… Вы хоть какие-то деньги вернули. А так это несерьезно, когда люди там, мне просто много рассказывают, там, забаним вот этого, забаним вот этого. Он рассказывает, там, продает зависший товар, как бизнес уже начат ее. Начал бизнес. Привез товар. Еще и с доходом хочет его сразу, там, поймут. Ну, это детский лепет. Опять же, себестоимость – такое дело относительное, знаешь. Ты сегодня пойдешь, обратишься к китайцу, он тебе айфон-кейсы там по 2 бакса продаст, да? А реально ты уже давно на рынке, ты у него, может быть, по 30 центов покупаешь их. Причем с доставкой, там, знаешь. То есть это же тоже на самом деле… Да нет, это конечно. Семестоимость ни о чем не говорит. То, что тебе кажется, что это себестоимость для… Нет, многие хотят просто деньги свои вернуть и все. Ну, такого не бывает, если… Есть группы, которые стоки покупают. То есть те же самые онлайн-арбитражники, которые имеют раскрученные магазины хорошие на eBay, например. Они могут толкнуть неплохо твой товар, но им нужно что-то с этого заработать. Им реально должна… Ну, большая разница. Конечно. Они также будут дешево продавать. Вы учитываете, что вывести товар, да? Это нужно заплатить. Те же самые там 50 центов с единицы нужно будет заплатить. Ну, там только eBay с PayPal на 12% или 11% собирают. Как я говорю, вывести товар 50 центов. Так, с Amazon просто за штуку. Потом… 30, 30, по-моему. Это твой большой. Это твой большой 50. 30, по-моему. Так 15 и 30 у меня был маленький. По-моему, сейчас 50 сделали. Ну, может, подорожало. Я просто раньше возил по 30. По-моему, по-моему, подорожало. Ну, можно посмотреть. Removal Order, Removal Fee. Ну, не стой важно. Не важно. Даже 30 центов, например. Да, 20 центов переклеить проклейки. То есть, что-то где-то, если там в другую коробку… Переупаковать, опять же. Да, опять же. Это тоже деньги будут стоить. Центры возьмут. Опять же, потом доставить нужно доставку. То есть, еще сколько на этом потеряете? А то, грубо говоря, сразу забрали. Вы только Removal и все. 0,5, значит. Я ошибся. Да, 0,5. Ну, я говорю, отстаю от жизни. Давно очень не занималась. Была 0,3, да. Это недавно кто-то вывозил, советовался. Я помню, как раз мы смотрели. Я еще удивился, что 0,15 за уничтожение как было, так и осталось. Да, знаешь, 0,3 увеличили до 0,5, значит. Наверное, нашли хитрые жуки, которые начали продавать Removal. Ну, это у нас один, да, есть такой. Помнишь, это Мазепин? Да, 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 есть такой. Я говорю, когда человек заведомо советует обмануть Амазона, это какая-то утопия просто. Ну, фигня, что человек будет там 14 дней. Вот у меня Амазон создал Removal Ордер. Ну, сам вывозит эти товары, которые там бракованные. Вот. И он этот ордер создал, и у меня уже висит 2 недели. Но залит мне глаза. Отменять его нельзя, нарушение политики. То есть, я, ну, самому не лень было этим же заниматься. Ну, когда он не против, он сам выкидывает. Деньги те же самые, террасы. Вот. И вот у меня этот ордер уже висит. Представляешь, человек так будет ждать 2 недели, что ты ему товары отправишь. Да, конечно, ничего там не надо. Да нет, это все не серьезно. Да это не бизнес. По одной штучке экономить 3 копейки. Да нет, просто надо бизнес строить, а не на обмане же он строится. Это же в любом случае не серьезно. Так, здесь понятно. Ну, вот по поводу 8 месяцев, то есть, да, 6 месяцев у вас сейчас повышенный фи уже начался. В любом случае, совет однозначно вывозить все. Я не знаю, какие у вас там продажи. Если вообще продаж нет, ну, бессмысленно. Надо с вами рестарт делать. Даже если вы заново его завезете, у вас будет новый буст, у вас будет больше шансов и все остальное. Ну, а так обращайтесь. Люди есть, вам посоветуют. Так нельзя. Опять же, если товар, в принципе, у конкурентов продается, если этот товар не живой, если его можно, только у вас не получилось со стартом, конечно, можно искать решение, там, например, хорошие, более, ну, классные фотографии, если они там действительно есть что оптимизировать. Опять же, воспользоваться бустом, опять же, сейчас вот эта вся непонятная катавасия, да, возможно, у вас товары выстрелить неплохо на новом решении. Хорошо, подожди. Тут очень, очень хорошее замечание, смотри, смотри. 50% дисконт – это для нулевого листинга. Если там отзывы и работа проведена типа бренда, ну, там, бренд-регистра, я так понимаю, лендинга и т.д., то имка 50. Смотрите, вот я сейчас скажу, Денис добавит. А, как бы сказать, во-первых, отзывы, да, ну, это какие-то деньги, да, вы, может быть, типа ЭПЦ запустили, вы, может быть, ну, какая разница, вы уже пролетели, все, вы, ну, я не знаю, там, ошиблись, лоханулись, вы эти деньги в унитаз пустили. И эти отзывы никому не нужны, если ваш товар не продается. Они не имеют значения. Я лично отзывы получаю для SEO-продвижения, чтобы мой товар вылез на первую страницу, чтобы через днём пошла органика. Если органика не пошла… Люди просто, понимаешь, некоторые далеки от реальности. Вот возьмите пример, да, сейчас будет август, будет сезон арбузов. Пожалуйста, вот, можно поехать в Астрахань и купить фуру арбузов. Вас по дороге там обокрали, грабанули, вы, ну, допустим, привезли арбузы, все хорошо, замечательно. У вас неплохая точка раскрученная, там, на аждановичах у нас на рынке, да. Но они не пошли. Конкуренты навезли ещё, там, лучших, больших, красивее, более вкусных. И что? Вы говорите, блин, возьмите у меня по себе стоимости, да, как бы обузайте. За 70%, за 80%. Нет, просто листинг ваш никому не нужен. Если покупать аккаунты для отзывов, если там, я не знаю, что-то мутить, какую-то чернуху, то да. Но так он ценность не имеет. И мне, в принципе, всё равно. Я ваш товар заберу, скорее всего, и буду продавать в другой месте. Вот. Если его восстанавливать, есть спецы, наверное, какие-то. Я слышал, люди покупают аккаунты. Блин, ну это не знаю, это какая пультопия. Какие товарные остатки, должно быть несколько тысяч штук. И мне кажется, они ещё должны не с 50% дисконтом, а с 30%, а с 70% дисконтом брать, чтобы с этого листинга начать его ещё двигать. Ну да, там, наверное... Сейчас ещё в свете... Индусов нету? Всё, халява кончилась. Может быть, какую-то ценность будет предоставлять аккаунт с бренд-регистри. Если он давно был сделан, возможно... Ну, опять же, это очень сомнительная выгода. Нужна торговая марка, и всё. Всё это херня там. А торговая марка... Да, с учётом того, что в последнее время там люди никаких преимуществ не предоставляют, это бренд-регистри, что оно есть, что нету, как бы, ну, выгоды никакой. А потраченные деньги, количество в сухом остатке. Я в сухом остатке покупаю 400 единиц, из-за этого они мне интересны. А то, что зарегистрировал аккаунт, я не знаю. У некоторых есть сложность с регистрацией, у некоторых их нет. Но я не вижу каких проблем, там, зарегистрировать на родственников, Друзья. А вот шиперу какому-то интересно будет, если там в магазине отзывы есть. Ну да, как договоритесь. Но это моё личное мнение. Я, как бы, не претендую абсолютно, то есть, если люди покупают дороже, почему не продать дороже. Вот. Но мне кажется, когда я вот очень часто вижу, люди по себестоимости пытаются вернуть деньги, ну, это какой-то альтруизм, кто только должен помочь или как-то подсобить, потому что, ну, буст прошёл, уже запустить товар сложнее. Вот начальный буст, когда Амазон даёт форум, уже запустить сложнее. То есть, уже потрачено время. Когда ко мне люди обращаются, говорят, сейчас я, говорю, попробую, сам не смогу, я это самое там, грубо говоря, к вам обращусь за помощью. Я говорю, ну, потом будет просто дороже. Вот и всё. То есть, это как лотерея играть. Выиграл, проиграл, можно и выиграть, можно и проиграть. Как вариант, я не знаю, сейчас я не пробовал, например, через сайты раздач, просто тупо скинуть цену тоже там очень дёшево. Так, ну, реально. Если этот товар сильно там не засвечен, как бы на этих сайтах раздач, да, ну, можно попробовать через сайт раздач просто раздать его тоже. Кстати, есть тема ещё на поводу eBay, по поводу eBay. Мне вот они как раз говорят, на eBay ништяк. Знаешь, какие товары продаются? Которые забанены. За там, патент, за какую-нибудь такую фигню. А те товары, которые на Амазоне нифига не продаваются, ни на eBay не продаются. То есть, вот мы сколько пытались, они говорят, они в мёртвых стоят. То есть, ну, вот так. Я согласен, конечно. Если он, всё у него нормально, всё чистится с патентами, но он не продаётся. На eBay товары, как правило, дешевле. То есть, если он не мог на Амазоне продать, на eBay ещё хуже будешь продавать. Ну да, и правильно. Да, запатентованный товар, и там, бомба. Какая-нибудь суперкрутая, например. Конечно, ты будешь продавать. Почему бы нет? Так, хотел ещё по SEO. Ну, по SEO забыл сказать. В принципе, сейчас на данный момент я вот сказал, что SEO вообще ни у кого не работает. Реально. Вообще ни у кого. Даже индусы. Тебе писали индусы в последнее время? В последнюю неделю? Нет. Индусы даже заглопнули. Мне даже в личку не пишут. Раньше стабильно кто-то добавлялся в друзья, там, эти SEO в группу или там писали кто-то. Теперь даже не добавляются. Всё, всё, я говорю. Вообще, это заглохла тема. Все ждут, когда карусель закончится. Закончится ли она вообще, непонятно. На данный момент работает. Мы уже протестировали только одно. Это очень грамотный листинг плюс очень грамотное понимание, какие ключи двигать, как ты говоришь, вот индексирующиеся уже. Вот. И одновременно заливать туда трафик. Вот если мы раздаём, если мы туда заливаем точечно трафик, не знаешь, мне надо 10 ключей там, например, продвигать или что, а вот точечно туда заливать, ну, для этого нужен офигенный, правильный, чёткий листинг. Ну, если он будет индексирующийся ещё при даче, ещё лучше. Вот это мы уже продвигали уже несколько товаров. Сейчас мы будем ещё несколько товаров продвигать, пробовать. Если это, ну, то есть, КПД будет как раньше, то есть, у нас было раньше, КПД там за 90% зашкаливало. То есть, сейчас вообще это, ну, просто нестабильность полная. Вот. И у нас люди висят просто, кто нам денежку заплатил, так как у нас 100% возврат денег, пропорционально не выполнен на работе. Просто ждём, когда закончится Амазон. И мы сейчас тестируем на некоторых товарах, и вот сейчас на своих, в частности, вот именно такую стратегию. Потому что органический, пускай искусственный выкуп, это самое крутое, самое крутое, полезное действие. Продажи однозначно двигают. Просто на отзывы дают, продажи двигают. Да, из-за этого всё вместе. Без вариантов. И двигают, я скажу, хорошо. Ну вот, я говорю, есть ещё подливать трафик. Чем я заметил по группе ключей. То есть, ну, как я уже сказал, например, мы берём там красный мячик. Потому что конверсия растёт. Красный мячик, красный мячик кожаный, красный мячик кожаный для детей, красный мячик, там, лучший красный мячик, да. Вся группа ключей будет, содержащаяся этот ключ, вся группа будет двигаться. Это конверсия растёт, она всё за собой тянет. Всё, что индексируется, она всё за собой тянет. Из-за этого я говорю, трафик очень надо точечно. Когда мы раздачи делаем, искусственные вот эти выкупы, параллельно туда вливается аккуратно, там, я не знаю, 50, 100 вот этих виш-листов в день, грубо говоря. Ну, не знаю там, кто что делает, ей всё равно. Вот. В принципе, это работает. Пробуйте, смотрите, мы вот на данный момент делаем, что у нас получается. Вот. Но это надо большой объём выкупа иметь. У нас сейчас на данный момент до 100 выкупов есть. Но так как мы рандом делаем, мы, соответственно, естественно, не можем заливать всем подряд. Вот мы сейчас на данный момент 6 товаров одновременно запускаем. То есть я не могу тупо каждым своим вот этим 100 человеком раздать, ну, одни и те же товары. Просто реально сейчас на данный момент я даже вот эти выкупы, понятно, что мы отзывы ещё получаем, но уже не 90% отзывов нам пишут отзывы, а 70. У нас на днях вот 10 человек, человеку 10 отзывов выкупов сделали, 3 отлетели, сказали, у вас родственные связи, короче. То есть в любом случае за отзывы тоже взялись полный рост. Сколько бы мы рандом не делали, в любом случае из-за этого взялись торы. Из-за этого я всегда и дальше буду пробовать, даже вот сейчас, чем мы занимаемся, вплоть до того, знаешь, какая ситуация? Несколько там верифай, они делают выкупы и плевать, вообще даже отзывы не просить, пускать там хотя бы что-нибудь, вопросы напишут и всё. А отзывы наливать не верифай, ё-моё. То есть уже, чтобы не цеплять, чтобы это не цеплялось этим, то есть уже начинаешь такой рандом мутить, крутить, ё-моё. Но это, я говорю, это просто… Ну, группы, опять же, сервисы, раздач, просто, ну, что-то подключать, чтобы хоть какой-то трафик был, просто без отзывов. Ну да, мы вокруг, вокруг карусель просто запускаем, уже карусель. Из-за этого сейчас, если эта система будет, ну, естественно, там, чтобы продвинуть слово, будет, ну, просто в разы дороже, потому что надо будет прям реально выкупать это тупо, ё-моё. Ну, как Зонбласт, по сути, когда-то был, да, вот, ну, будет такой дорогой сервис, скажем так, который будет, там, точечно где-то единичным, там, с низким коэффициентом полезного действия будет собирать отзывы, и параллельно ещё, ну, плюс, если раньше это можно было со скидкой сделать, то теперь это ещё всё это по полной стоимости. Да, если вот человек спрашивает, то есть, если брать, брат будет выкупать и писать отзывы, дело не в брате, а дело в том, что Амазон всё равно есть алгоритм, что он цепляет, что одни и те же люди покупают примерно одни и те же товары, вот о чём, а не то, что родственник. Родственные связи, они подразумевают, что есть связь между ревьюерами, вот, как бы за это не наказывают, они потому что не могут наказать. То же самое, что с индусом, ни одного человека не забанили, потому что я могу налить ли левый трафик внешний, на любого. Они просто стали бороться по-другому. И сейчас они вот это гоняют, не знаю, закончится это или не закончится. Ещё вот Сергей скажет. Здесь один момент, Денис, вот хочу спросить, может кто-то уже какой-то для себя алгоритм там определил, по какому принципу вылетаешь из байбокса, если увеличиваешь, может кто-то заметил какую-то зависимость, если увеличиваешь цену? Вот у меня, ну, понятно у всех, когда ты стартуешь с товаром, то есть, ну, есть возможность, например, сделать его чуть подешевле, чтобы не так дорого обошлись раздача, например, да. Но потом может получить такая ситуация, что ты не сможешь принять цену до той, на которую ты хотел, ну, по которой ты планируешь продавать. Ну, я не сталкивался, мы как бы всегда в разумных пределах. Я на данный момент там, грубо говоря, пару раз летал, ну, я как бы тут начал тестировать такую тему, когда ставишь на 3-4 дня скидки и постоянно их двигаешь. То есть, ну, как мне показалось, ну, реально работает. Александр написал, разница не более 5% от минимальной, которая в байбоксе. Понимаешь, о чем? Ну, вообще не понял. То есть, у меня была цена, например, там, 20 баксов, стало 40, и я остаюсь в байбоксе. Правило Амазона по байбоксу написано такое. Разница не более 5% от минимальной, которая в байбоксе. Ну, так, а какая байбокс? Никто же не знает, какая байбокс. Оно, как считается, средняя понише или средние твои продажи за какой-то период. То есть, я, например, заходил с ценой по первому товару, у меня было, там, 25 долларов, да, там, я заходил с ценой 35 долларов, опускалась до 25 долларов цена, потом поднимал до 45 долларов и был в байбоксе. То есть, а конкуренты с аналогичным товаром не могли до 30 даже поднять, вылетали из байбокса. Вот у меня, вот, человек пишет, да, была такая тема с ценой, в два раза ниже была, потом… Так, у меня тут падает все, секунду. А, значит, Сергей пишет, да, была такая тема с ценой, в два раза ниже была, потом неделю не мог поднять. Неделю, значит, потом поднял, постепенно. Вот, Денис… Постепенно, по чуть-чуть добавлял, да? То есть, она что-то считает какие-то, скорее всего, средние продажи. То есть, берет твою среднюю продажную цену и на какой-то процент разрешает тебе поднять. То, что я в два раза поднимал цену. То есть, в два раза поднимал цену и остался в байбоксе. Леонид пишет наоборот. У меня наоборот. Влетаю в байбокс, когда поднимал цену. А, вот еще Сергей пишет, нет, даже на 10 центов не мог поднять. Запустил рекламу и только потом пошла верх цена. Вот так вот. Ага. То есть, вот, видишь, в два раза она упала, то есть, он смог поднять только после того, как ППЦ включил. Короче, алгоритма никто не определил, то есть, непонятно. Ну, да. Если кто-то знает, просто давайте в личке пообщаемся, потому что уточнить было бы. Нужно наблюдение у кого-то, кто во сколько раз поднимал, например, цену. То есть, от своей минимальной, да. Ну, вот, это актуально для тех, кто в аут вылетал. То есть, как правило, пытаются поднять цену. Вот, кто максимально во сколько раз поднимал цену. Там, в полтора, в два раза, в один из сем, там, разы, например. Вот. Опять же, какая разница от средней рыночной цены. То есть, например, все торгуют по 20 баксов, а вы подняли по 40 и стали байбоксинг, например. Или, наоборот, все торгуют по 20, там, ой, по 40 долларов, а вы не смогли даже, там, 25 поднять, например. То есть, вот, если есть какие-то наблюдения. Тут уже люди сами спорят друг с другом. Дмитрий с Александром. Ну, короче, вот Дмитрий пишет. Если средняя цена товара в нише, скорее всего, двигай на пару долларов и смотри. Если в байбоксе никого нет, кроме тебя. А если есть, то там другая история, понимаешь. Скорее всего, тут тоже много всяких нюансов. Если в байбоксе куча народу, тогда ты и вылетаешь, там, при конкуренции от каких-то процентов. А когда нет никого, и ты вылетаешь, это беда. И написано, I will be available, и надо зайти в байбокс и купить тебя там, грубо говоря, найти. Вот о чем разговор идет. Когда ты сам у себя в байбокс вылетаешь и конкурентов нет. Правильно я говорю? Да, именно. Ну, у меня ситуация, я один. У меня нету никаких хайджеттеров, никого нету. Ну, у меня есть второй товар. Так. Вот. И проблема в том, что я, ну, например, если я очень сильно подниму цену, то вылетаю сам, ну, сам себе проигрываю байбокс. Вопрос, при каком? Я так и не понял, так и не понял логарифм. Потому что по одному товару там полтора раза поднял и вылетел из байбокса, по второму в два раза поднял и не вылетел из байбокса. Ну, вот Геннадий говорит, от 30 до 45 поднимал, байбокс не улетел. Треницена в нише 30. Дмитрий пишет, Денис, двигай на 5-10 баксов и смотри. Никакой фиксации нет, короче, пишет. То есть, тут все сугубо индивидуально. Да, да. И опять же, товары, соотношения, конкуренция. Почему? Почему вот я этот вопрос задал. Получается, что очень рисково начинать продавать очень дешево. Понимаешь, именно на раздачах. То есть, тут надо как бы, грубо говоря, там, злотнуть слюну, да, и расстаться мысленно. О, интересно. Смотри, как написали. Надо начинать продажи с минимума, тогда будущее снижение не будет препятствием истории цены, короче, влияет. Так и при чем снижение? Нам надо повышение. Нет, понятно. Если ты бы начал, когда стартовал с низкой, с демпинга, потихонечку поторговал и начинаешь, начинаешь тянуть вверх. И когда ты начинаешь, например, резко скидывать цену, на тебя так не влияет. Нет, тут у меня другая ситуация. Я, например, хочу продавать по 20 долларов, но решил на время раздачи снизить цену до 10 долларов и заходить со мной в 10 долларов, например. Чтобы на PayPal там раскинул по 10 долларов, да, мне скупили. А потом у меня пошел трафик, пошли продажи, например. Я вижу, что конкуренты продают дороже. К примеру, я начинаю поднимать цену. Поднимаю, например, до 20 долларов и бах, вылетаю из байбокса, примерно. Понимаешь? Вот такая ситуация. А хотя реально там конкуренты, например, продают и по 30 долларов, к примеру. Ну, вот такая ситуация, с такой ситуацией можно столкнуться. Вот у меня была ситуация, я продавал свой товар, поднял, например, до 45 долларов. И, в принципе, конкуренты продавали некоторые, единичные. Продавали там в районе 43-42 долларов. Но пару конкурентов было, которые, подняв даже до 30, до 27 долларов, уже вылетали из байбокса. Но они изначально очень дешево заходили. Намного дешевле, чем я. То есть, если я захотел там с ценой 30 долларов, 35, пытался сдавать, потом 25 опускался иногда, когда там все демпинговали сильно. Но учитывая, что я уже продавал дорого, как бы, вот эти снижения не критичны были. Соответственно, я когда стал бум, ну реально вот этот ноябрьский, я смог поднять очень сильно цену, там, чуть ли не полтора, там, 1,7 раза, вот, и продавал. А конкуренты, которые хотели тоже, у них тоже пошел товар, они хотели поднять цену, но они не могли даже до 30 поднять. Они сразу вылетали из байбокса. Но у меня сложилось впечатление из-за того, что они изначально очень дешево заходили. То есть, возможно, Амазон берет какую-то среднюю взвешенную цену, то есть, грубо говоря. Ну вот люди здесь и пишут, лучше за эти более высокие цены. 50 товаров, там, например, по 30 долларов, там, 10 товаров по 40 долларов, и среднюю взвешенную получил у тебя, к примеру, 27 долларов, и Амазон, например, не дает более чем на, там, 50 процентов выше, чем среднеизвешенная цена. Ну вот у меня сложилось такое впечатление. Только вот нужно было понять, какой процент и от какой все-таки цены. Потому что конкурент, то есть, цена в нише, мне кажется, как бы мало влияла. Потому что некоторые конкуренты не могли, средняя в нише цена, там, 30 долларов. Да я тоже считаю, ты правильно говоришь. Стартовая цена. Стартовая цена, скорее всего. Я заметил, мой вот этот крутой конкурент, он всегда заходил с очень дорогой ценой. Со старта очень большую цену объявлял. Какое-то время висел с этой большой ценой, продавал, делал какие-то раздачи, наверное. А потом включал PPC и опускал цену очень сильно. То есть, чтобы именно на PPC, как бы, ну, еще получил трафик. Но почему он именно со старта заходил сразу с высокой ценой? Реально. И причем, ну, пытался по ней продавать. Вот, смотри, Сергей пишет, что. Юр прайс. Я всегда, чтобы в косяки не попадать с повышением цены, ставлю эту цену довольно высоко. Скидка у меня постоянно висит в районе 50%. Продажная цена. У меня 29,49. То есть, я повыше ставлю. То есть, 50%. Он у него 29,49. Значит, он там по 98, там, по, соответственно, 58 там продает. Кстати, никаких проблем нет ни с поднятием, ни с повышением. Кстати, ну, вариант есть такой. У меня было пару раз скидка отключалась, и товар начинал продаваться именно по вот этой заявленной цене прайсовой. И продавался, из байбокса не вылетал. То есть, ну, возможно, есть такой момент. Может быть, ставить цену достаточно высокую, прессурантную. Ну, да. В принципе, это самое логично. Раньше я просто боялся на FI посмотришь без скидки. Он же FI показывает в инвентуре без скидки. Да. Я там, ё-моё, вообще беда какая, ё-моё. Это нездоровая фигня. Ну, вот. А потом оказалось, что все не так. Кстати, еще момент. Вот у меня вопрос, блин. Может, кто-то из ребят подскажет, раз уже на увольную тему начали. Да тут народ как раз у нас скайп-чат весь подтянулся, подтягивается потягоньку. По FI, например, кто-то добился вообще, от какого размера считает Amazon. То есть, вот есть моя коробка, например, да, она определенного размера. То есть, ну, финишная упаковка, в которую у меня товар отправляет. У меня товар упаковки и потом еще в термоусадочную пленку, вот как iPhone затянут. Амазон еще, как выяснилось, запихивает в пакет, в желтый мой товар. В такой бумажный желтый пакет. Вот. От какого размера он считает, когда вот, ну, стандарт-сайз, оверсайз там. То есть, он мне насчитал вообще какой-то нереальный размер товара. Я сейчас с ним бодаюсь, кейс открыл. То есть, вообще, ну, не мой размер. То есть, ладно, там миллиметр два, там, ну, три, можно что-то сказать. Ну, там, чуть ли не на сантиметр разница с моими реальными размерами. Я перепроверял китайцев сэмплы свои, ну, вообще никак в этот размер не попадаю. Вплоть до того, что я начал писать Амазону, говорю, смотрите, вот у меня транспортная коробка, да. В этой транспортной коробке, к примеру, там, куб, да. У меня, например, там, такое-то количество товара. Я делю этот куб на количество товара и получаю там сколько там кубических сантиметров, да, единица. То есть, ну, никак не может быть больше. А у него, если сложить мои товары, вот эти все кубические сантиметры, примерно, там, два куба получается. Ну, там, полтора куба. Понимаешь? Ну, понятно. Ну, не знаю. Амазон фи, это вообще там, я не знаю, кто-нибудь там, как они меряют вообще все. У меня, я пытался эти три письма им посылал, чтобы они все фи пересчитали. Моему знакомому пересчитали, вернули там, прилично, несколько сотен долларов. А мне пересчитали, вернули 15 долларов и параллельно еще написали. Напишите, пожалуйста, каждый, ну, каждый номер сделки, грубо говоря, который вы хотите оспорить. То есть, ему все пересчитали. А у меня, то есть, у меня намного больше продаж, наверное, было из-за этого. То есть, им лень было. Мне так, мне так тоже писали. Типа, в Excel пришлите нам все, типа… Еще пиздец. У меня самая интересная история была, я не учел один момент в оверсайз. Ну, это не только оверсайз касается товара. Короче, если ваш товар весит больше одного либра, то считается объемный вес. Если объемный вес больше реального, то фи считается от объемного веса. И у меня такая ситуация. То есть, как бы, у меня товар оверсайз, то есть, как в стандарт сайз я уже никак не попаду. У меня смол оверсайз. Соответственно, ну, там диапазон сумасшедший. Ну, в этом я уже до метра могу чуть-чуть длину делать, да. И мне не принципиально. Я посмотрел, мы померили, ну, в любом случае, оверсайз и оверсайз. Мой товар там весит где-то в районе, там, 2 либров. Думаю, как бы меньше, 1,8 либра. То есть, я думаю, до 2 либров попадает. А там свыше 2 либров дополнительный фи. За каждый либр там 0,39. Ну, я так и без задней мысли. Нормально, все как бы, все отлично. Размеры вроде правильные. И тут, бах, я смотрю, попросил пересчитать. Как бы, я думал, что неправильно считают. Не в ту категорию попадаю товар. И, короче, они мне пересчитывают и добавляют нефи. А как выяснилось, оказалось, товар мой больше 1 либра весит. Ну, 1,8 либра. Соответственно, они уже считают объемный вес. А учитывая то, что они меня там немножко прибавили к размерам моего товара. Для меня это не критично было, я думаю, в тот же самый попадаю. Ну, стандарт сайз. А вот эта вот прибавка в размерах увеличила объемный вес, который они считают. То есть, объемный вес стал 5 либров у меня, моего товара. Соответственно, превышение 2 либров – 3 либра. И за каждый либр, получается, мне еще 0,39. То есть, вот считай, 0,4 на 3 умножь. То есть, 1,2 доллара добавилось фи. Просто на ровном месте из-за того, что они прибавили немножко в размер. А фактически у меня объемный вес моего товара 2,2 либра. Если брать по транспортной коробке. То есть, у меня, например, в коробке 20 штук. Это, получается, 44 либра у меня объемный вес всей коробки. 20 штук, если поделить, то это 2,2 либра одна штучка объемный вес. При реальном весе – 1,8 либра. А Амазон мне за счет того, что сам прикинул эти размеры от балды, сделал мне вес 5 либров. Но ты переделывал что-нибудь? Да, я сейчас написал. Я на этот момент не обратил внимания. Потому что, ну, я думаю, я все равно в размеры попадаю. Ну, ладно, думаю. Там сложно понять. У меня товар такой, который, ну, знаешь, как подушка. Его можно мять, там, сделать больше длину, меньше ширину. То есть, сложно. А можно все добавить, знаешь. Растянуть сначала длину, померить. Потом растянуть еще, померить высоту. А потом растянуть еще, померять глубину. Ну, знаешь, все увеличится в размерах. Как они меняют? Я их попросил сделать фотографии. Мне предоставить подтверждение того, что… Ну, как они это все измеряют. Ну, доказательство того, что они верные измерения проявили. А я, как пример, привел именно с транспортной коробкой. Что, вот, общий объем транспортной коробки у меня 44 фунта, да, 20 штук. Значит, единица не может быть больше, чем 2,2 фунта. Илья пишет, что перемерять можно только один раз. Во-первых, косяк. Потом тут Александр пишет, у него мерили, не мерили. Сказали, больше мерить не будем, оставим все как есть. И Сергей пишет, у него все наладилось. То есть, кому как повезет. Какие измеряющие. Смотря на какого индуса попадешь. Не, ну как, ну как тут перевести. Изначально надо правильный размер указывать в лисинге. Это тоже важно. Так я указал правильнее, а толку? У меня правильнее указано как раз таки. Идеально, что там до миллиметрика было выберено. Ну, с запасом даже делать больше, чем не прогадать. Меня это все устраивало. А по итогу я говорю, вес более чем в 2 раза. Ну, это так как бы не бывает. То есть, у меня короткая вот эта транспортная должна быть 100 либров. Понимаешь? 100 футов. Ну, они видят, они что понимают. Вот смотрели, я еще пишу. Тоже некоторые моменты надо тоже и учитывать. По новому товару я запустил в моде Tails, в раздел Shipping Weight, высоту зафигачил разобранного товара. Сказали поменять и автоматом перечитать в fee. Ну, то есть, короче, надо... Некоторые нюансы есть. Даже вот видишь, с разборным, сборным товаром. С такими вот моментами надо тоже все понимать. То есть, он может быть в сборном товаре. Я понимаю, есть, например, как помнишь, если, может быть, были такие микрофибровые полотенца, которые запихиваются в яйцо такое от киндер сюрприза. Но если его достать, ты его никогда в этой яйцо потом обратно не запихнешь. И оно будет там, как минимум, там, 4 яйца в объеме. А почему? Понятно, что... Специально... Так плотно сжат эти волокна, и оно потом, когда оно разбухает, оно как бы, все, его назад уже не впихнут. Понятно. Ну, теоретически можно под гидравлическим прессом, наверное, или там, вакуумировать, если его там... Но Amazon же не будет тебе его запихивать в вакуумную упаковку и сжимать максимально. Они его там в лучшем случае там луками сожгнут и... Ну, вот Дима пишет, перемерял некоторые вариации по несколько раз, пока не добился правильного размера. Не понял, как он перемерял, но в любом случае... То есть даже наши товары надо... У моего знакомого товар 4 вариации. По всем разным финичисляют. Одинаковые абсолютно товары. Может, у них на цвет есть? А у него размер-то, может, разный? Размер-то разный. Абсолютно одинаковые размеры, абсолютно все расцветки разные. А, толк цвета? Да. Вот такой вот интересный момент. Но у него, получается, по всем считают правильно, а по некоторым занижен еще. Поэтому, как понятно, они тут перемерять не собираются ничего. Понятно. Ну, не знаю, как они там перемеряют в любом случае. Кстати, кто-то предлагал изначально ставить чуть заниженные, чтобы хоть на первоначальном этапе, а Амазон вроде как не пересчитывает за старые косяки. Ну, опять же, это неизвестно. Такой совет значит. Вот. Чтобы хотя бы хоть как-то себе компенсировать вот эти косяки, возможные амазоновские. То есть, я не понимаю, на самом деле, как он меряет. И как достучаться до саппорта. Может, у них коробки уже, заготовки есть. Они бах, какой товар кидают в эту коробку. Влазить. Кто-то говорил, что меряют вроде как с коробкой. То есть, кто-то мне написал, что, говорит, там зависит еще, наверное, от товара. То есть, вы говорите, если там продаешь, пишем вам медвежонка в пакете, да. Они его запихивают в коробку амазоновскую. И потом эту коробку померили. Типа, они платят, понимаешь, за доставку, ну, почте, например, там, UPS. Они считают этого объемного веса. Они этого медвежонка запаковали в коробку. UPS выставил счет за доставку вот этой коробки. Соответственно, ну, они же должны это заплатить. Вот они теперь такие размеры ставят. Типа, считают свою вот эту коробку. Габаритами. Ну, габаритами. То есть, блоковкой. Так, что у нас уже? Два часа прошло. Давайте последнюю порцию вопросов и отпустим нас. Если есть, конечно, еще вопросы. Сегодня на много чего ответили. Такие самые злые, давайте на вопросы. Сергей говорит, что думает, что там автоматом размеры ставятся. По размеру коробок и по количеству штук в ней. Ну, так если бы так ставилось, то все было бы отлично. Ну, вот реально, на самом деле ситуация. Вот ты берешь транспортную коробку, да, и в ней лежит определенное количество штук. То есть, ну, в принципе, их там, ну, не может же быть больше, правильно, или меньше. То есть, даже если ты берешь с учетом того, что есть какое-то пространство между коробками, не очень ровно уложено. То есть, кстати, на косячи чуть больше коробку положили. То есть, как минимум, ты получаешь, ну, может быть, чуть-чуть больший размер упаковки. Да, замечательный. 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 Мой любимый вопрос. Один из самых моих любимых. Если все мои листинги, курит инвейлабл, все мои результаты продвижения обнуляются, я так понимаю, аутов сток вы вылетели? Или курит инвейлабл с чем связано? Если с аутов стоком, у всех совершенно по-разному. У всех. Если ваш товар супер востребован, я думаю, многие видят, что топы вылетели в аутов сток, топы вернулись в аутов сток через ППЦ или сразу, или там еще каким-то способом. Ну, если товар ваш... Например, топ мой полтора месяца отсутствовал, и как будто вот никуда не уходил. Пришел ровненько на свои позиции, там, может быть, одна-две позиции. Был на первом месте, стал на втором месте, включил ППЦ, а через неделю опять все там на первых местах. Ну, по крайней мере, по тем ключам, которые я отслеживаю, вообще, как будто вот ничего не происходило с ним. Так что вот так вот. А с аутов стоком мы вот, Денис, вначале рассказывал, про то, что сейчас индусов душат, и те, кто продвигал по индусам, намного сложнее, особенно те, кто с аутов стока выходят после индусского продвижения. Многие так говорят. Вот. И второй момент, в принципе, что аутов сток влияет на всех по-разному. Так, еще вопрос. Почему цена молнии в два раза ниже от цены продажи? А что там в нише? Может, в нише средняя цена ниже, а вы пытаетесь продавать дороже. Поэтому она предлагает вам не выпендрить, продавать как конкуренты. Ну, сложно, да, сказать, потому что мы цен не знаем. По какому принципу молнии выставляются, вообще непонятно там, то есть. Так, Денис, ваш выбор инструментов, какие сервисы пользуетесь на постоянной основе? Ну, то есть, перечислить свои любимые программы, что тебе в голову приходит, платные, неплатные, раздели их. Из платных сервисов вот я использую на данный момент два. Респондер обязательно, но у меня зонмастер. Мне он нравится только за счет, он может быть не очень ровно там с рассылками, где-то какие-то какие-то бывают. Сейчас у меня он перестал определять отзывы. То есть, с какого ордера, отзывы. Я думал, это массовый, оказывается, только у меня. Ну, поддержки не пришло. И МЗВАн для трекинга, то есть, чей конкурентов. МЗВАн у меня и для ресерча. Я скажу, что я именно на первоначальном этапе, когда оцениваю нишу, я отслеживаю, кто сколько продает и по каким ключам двигается. Чтобы, опять же, потом оценивать затраты PPC примерно, ну и частотность ключей. А из таких всяких бесплатных, ну, Sonar и Word Inspector. Ой, я в Word Inspector говорю, блин. Helium 10. Ну, сейчас он опять стал бесплатным. Некоторые функции опять бесплатные. Что, больше? Для ресерча я не использую. Я Merkin Word еще использую. Ну, а, ну еще использую Keeper. Блин, сейчас тут сложно понимать, что это на встудку. Keeper, ну, реально для мониторинга лестингов, ну, это самый, наверное, такой удобный инструмент, который... А типа Smashers вот эти поиски чем занимаешься? Смешера не пользуюсь вообще ничем. А типа него? Ничем не пользуешься? Да, вообще нет. Я не использую такие сервисы, которые генерируют мне там топ-селлеров каких-то, либо там выбирают мне товары по определенным критериям. Я сейчас вот реально использую, так, просто влажу по листингам, кликаю на рекламу, ищу какие-то спонсорские топ-селлеров смотрю, например, да, дальше по ним кликаю, там, какие мне выдают, ну, предлагают варианты Amazon. Просто вот кликаю и кликаю до тех пор, пока вот мне не попадает в свою лзу какой-то интересный товар. Потом я уже его забиваю, например, в поиск, нахожу, что вообще... А как-то, приятно, интересно, мне вот интересно. Просто мне интересный должен быть товар. Ну, я и говорю, что, какие критерии? Прикольный, нестандартный, как мне кажется, ну, популярный, скажем так. Ну, мне бы, мне бы, я как специфик покупателя. Вот такой, чисто, ну, нестандартный подход, он, скажем так, не систематизированный. Понял, короче, у нас с тобой кардинально две разные позиции, ну, неважно. Да, поначалу у меня просто такой, чисто, опыт эмпирический, то есть, ну, интересно, не интересно, я бы стал каким-то заниматься, стал бы какой-то покупать, не стал бы какой-то покупать. Ну, это, это не шаблонный метод, не сказать, вправильный, неправильный, то есть... Ну, это индивидуальный метод как раз, то есть, он нельзя его перетанспортировать. Да, да, а потом я уже его просто, да, его нельзя просто систематизировать, нельзя переложить, то есть, я не могу ему научить другого пользователя, потому что, ну, у нас совершенно другие критерии от анкетологии. А дальше потом уже, да, общепринятыми методами, я просто прогоняю, смотрю, сколько этого товара в нише продаж, как он продается, хорошо, плохо продается, какая конкуренция, тренд есть, нет. То есть, ну, дальше на стандартном методе просто вот эту вот выборку, то есть, то, что мне понравилось, я ее просто прогоняю и проверяю. То есть, в принципе, она подходит под какие-то общепринятные критерии или нет? Ну, интересно, вот просто у меня, наоборот, систематически, то есть, я, это, жертва, наверное, статистики, математики, и за это для меня цифра, цифра, цифра. Я пересушился в школе математики, я в математический класс законничал. Ну, тут я тоже самое. В институте, и вот я реально ухожу от этих вот, от математических моделей, потому что я вижу, что, ну, блин, иногда они зло приносят. Ну, согласен, я в любом случае, для меня просто нужны объективные показатели, я их выстраиваю. А потом как раз хорошо, когда я уже даю, например, просто у меня такой объем этих ключей запросов товара, что мне как раз надо взгляд со стороны, я как раз в нашу, так скажем, организацию забрасываю туда, чтобы они уже со своей точки зрения посмотрели. Опять повторяется вопрос, а, кстати, кто-то пишет, что там, Илья пишет, что у него замечательно исправили все ошибки, Сергей пишет, что он ищет так же, а еще Сергей другой спрашивает, как вылетать в авторстоп? А какие ошибки исправили? Ну, в Зонмастере, 3-4 ошибки, говорят, было, оперативно исправили. А, ну, они, кстати, достаточно неплохо реагируют, саппортом нормальный, он принимает все замечания какие-то, реагирует, то есть, ну, в силу того, что коллектив у них небольшой, команда небольшая, ну, иногда лаги случаются, но это все компенсирует цена. За 10 долларов в месяц лучшего пока предложения я не нашел. Так, значит, совсем этот самый, наш любимый селсбекер в те времена, совсем слабенький по сравнению с ним? Я давно его не смотрел, он хороший был именно в плане… Раздать писем? Не надо было ничего мучиться, он легко включался, легко работал, никаких глюков с ним не было замечено, просто сразу из коробки, грубо говоря, хорошо работал. Зонмастер у многих проблем просто даже его настроить изначально. Там очень много всяких нюансов, тонкостей. Сейчас вот, как бы, ребята там дали потестить этот Qualify Ninja. Ну, там просто, помимо автореспондера, есть еще там оценка там продажи, профит, как бы, то есть, какие-то дополнительные эти квичи. Вот, я сейчас сейчас подыскиваю именно ту, которая поможет именно оценивать затраты на рекламу. То есть, комбайн еще сейчас, да? Да, 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 ну, по типу PPC Tool, по типу Selyx, по типу Fletcher, то есть, ну, пока, в каких-то есть плюсах, в каких-то есть минусах, такое вот универсальное, где-то цена дорогая, например, неоправданно высокая. То есть, я сейчас пока присматриваюсь. Так, вот народ... Нужно однозначно. Аутофстоком все. Потому что статистики, когда несколько товаров в Амазоне не хватает. Что по аутофстоку? Когда вылетать, как ты считаешь? Я считаю, вылетать... Аутофсток, я последний, я два раза вылетал сейчас в аутофсток, и сейчас вот я в аутофсток... На высокой цене или на низкой цене? На старых продажах или на... Незначительно можно поднять цену, незначительно, как бы, да? Чтобы это не сбило общий темп продаж. То есть, если ты продаешь там 15-20 штук в день, да? Нельзя допускать продаж там 2-3 штук в день. Короче, поднять цену можно в одном случае. Если ты поднял цену, у тебя продажи не снизились. Это нормально. Снимите сливки и забудьте. И все. А если начали продажи падать сильно, да? И ты последнюю неделю продавал там по 1-2 штук... Вы вернетесь на пятую страницу. Да, да, да. Надо на хороших продажах вываливаться в аутофсток. Я считаю это однозначно. Я наблюдал потом... Ну, мой товар мне даже писали... Хотя у меня не конкурентная ниша, то есть... Но все равно у меня был какой-то круг покупателей. И мне люди писали в ничку. Хотели бы купить ваш товар, вот там покупали. А когда будут ваши товары? Я там пишу, что там. Тогда-то вернется. Я включил PPC, и мой товар начали покупать. Если до этого его по PPC покупали, он продавался. Неплохой акулос, хорошая версия. Мы подобрали нормальный гриван для ключей. То проблемы вернутся... А у тебя товар, вот эти покупатели тебя знают. Он чего у тебя? Я потому что товар твоего не знаю, не интересовался никогда. Он у тебя что? Расходник. Почему его постоянно покупают одни и те же? Как они? Я покупал. У меня на товаре... У меня товар яркий, лого. У меня на товаре нанесен сайт. То есть, как бы, мой товар появляется в людных местах. То есть, на него обращают внимание. И люди подходят, спрашивают, интересуются, где вы такое купили. Ничего себе. Понятно. Хотя товар у меня, ну, ниша не конкурентная. Ну, просто вот уже начинает работать сарафонная радио. Ну, то есть, грубо говоря, это вот, если, например, возьми рюкзак, да? Например. Я такой какой-нибудь интересный классный функциональный рюкзак взял. Вот люди ходят с этим рюкзаком, да? И в местах, где много людей, на него обращают внимание, интересуются, спрашивают. Понятно. Все ясно. Так. У меня именно вот такая, вот такой момент сработал. Опять же, работает упаковка. Я заметил, по второму товару работает упаковка. Хорошая классная упаковка, да? Сразу несколько баллов в плюс. Так, вот здесь последний, думаю, вопрос. Он чуть-чуть в тему. Как вы сейчас делаете ресёрш на осень? Есть ответ? Нет. Я сейчас раскручу новый товар. Гипотетически тогда, если бы ты искал. У меня проблем не хватает средств оборотных. Ну вот. Хорошо. Параллельно я присматриваю товары. То есть, я буду товары смотреть из раздела буст товаров, то есть, которые можно подарить. Вот. Я не к этому. Статистику, как бы ты выбирал бы гипотетический товар на осень, так как сейчас у нас конец весны, и где бы ты брал статистику, как бы ты это делал и так далее. Вот о чем разлял. Наперёд. Вот так вот. Ну, я знаю, что FBA Tool кто-то использует. Toolkit который? Ну, FBA Toolkit, да. Ну, там платные версии. Ну, там что-то Cosmos денег стоит. Статистику. Никогда вопросом. Я все-таки стараюсь выбирать не сезонные товары, которые в принципе теоретически можно продавать. Всегда. Поэтому, мне кажется, разницы не будет. Осень землян продаётся. Ну, смысл понятен. Моё мнение чуть другое. Во-первых, у любого товара есть страна. Спи, падай, подъёмы. Ну, так что я... Потому что всегда он вот такой вот, синусоиды там и так далее. Не по экспоненте, конечно, но как бы нет. Но в любом случае из-за этого всегда есть... И не бывает в товарах очень ровных. Ну, там, я не знаю, вибраторы там, посмотришь, они очень ровно идут. Вот. Но это самое. Подарочные всё равно в Новый год будут стрелять вверх. Не бывает. Не бывает ровных товаров. Ну, вообще не бывает. Если приглядеться, увидеть, посмотреть, надо не забывать, что Google Trend нам показывает гугловский запрос, а не амазоновский. В любом случае. Как лично я с этим борюсь. Я уже много раз говорил, что я веду статистическую таблицу, как раз у меня есть данные по запросам, данные показателя MerchantWord 1 и, соответственно, средние продажи на первой странице помесячно. Начал я эту таблицу вести, по-моему, с октября месяца. И у меня там на данный момент 755 запросов. Это такие, ну, практически дубляжей нет, наверное, если только я ошибся. И все запросы правильные именно. То есть это те ключи, которые действительно не повторяются один за другим там и так далее. А все они перепроверены, такие главные в своей книжке. Ну, пускай даже как бы там не было. И вот за счет этого сейчас я могу видеть реальные продажи, которые будут, ну, которые были, по крайней мере, в октябре и сентябре того года. Вот из-за этого введите свою статистику, собирайтесь, занимайтесь и это тоже пригодится, в принципе. Ну, это несколько подходов, опять же. Это совершенно не обязательно просто. Есть варианты. У нас, я знаю, с тобой отличаются в некоторых моментах подходы, но это отлично. Да, конечно, конечно. И из-за этого я с удовольствием с тобой бы запустил такой товар, именно совместить вот эти вот. То есть вот это и вот это. И найти как раз, вот мы там с Женей сейчас, с Валентином мы товар втроем запускаем. И планируем, соответственно, сразу же после этого посмотреть результат, что как, запускай следующий. Я с удовольствием тебя бы видел в нашей команде. Ну, как я тебе всегда говорил. Вот. Так что тут уже по возможностям, по желанию. Вот. Потому что мне просто интересно поработать. Просто интересно поработать, и я не вижу никаких в этом отношении проблем. Потому что перепродажа одного товара неинтересна. Интересен глобальный бизнес. А глобальное – это знание, это обмен опытом. А обмен опытом в запуске товара – это лучшее. Лучшее. Я уже все прошел. Опять же возвращаясь к вопросу, многие спрашивают, вот если кто-то там очень успешно продает. Да? Зачем? Да, да. Начинают обучать, создают какие-то комьюнити еще. Блин, тут за месяц столько изменений на Амазоне происходит. Помимо изменений? Помимо изменений. Да? Грааль. Вот запуска товара. Классный, который работает. Который был там отработан. Собрал столько-то отзывов. Включил там PC на автомат. Там 50 долларов в день. Бюджет. Все пошло. Классно. Плюс там индусов. Вихри. Неважно. И все. Бас. И ты за месяц за два срубил бабла. Второй месяц. Третий месяц. Четвертый месяц. А он все перекроил. И ты нигде ни с кем не общаешься. Ты такой один отшельник. Нашел Грааль. Как тебе? Тихаря. Тихаря. Сейчас. А ты не знаешь, что делать. Потому что все поменялось. Все ушло. И еще не дай бог банк словил. Потому что ты делал все по старинке. А оказать так нельзя уже. Оказывается уже и правила поменялись. Все поменялось. Вот. Или там. Размеры поменялись. Товаров. И уже твой товар попал в оверсайз. Комиссия уже все другие. Неинтересно. Все эти моменты. Просто одному. Уловить. Все изменения. Детали. Тарифы. Изменения. В порядке доставки. Отправки. Варнинги. Твой товар бах попал в хазмат. А ты не знал. Каждый день делишься информацией. Обмениваешься информацией. Ты получаешь тысячи из этих сложных ситуаций. Пытаешься их решить. Находишь решение. И ты уже сам. Если в такую ситуацию пойдешь. Будешь знать из нее выиграть. Да. Ну и еще раз. Самый лучший опыт. Вот мы общаемся уже практически. Год скоро будет в августе. Я не знаю. С сентября я в скайпе. Вот в этом. Скайп чате нашим. Год. Сколько всего поменялось. Интересы поменялись. Сейчас в последнее время о недвижимости в Испании. Разговоры и Грузии. Но в любом случае. Как бы там не было. А помимо того что сколько всего поменялось. Когда нам говорили что на Амазоне постоянно меняется. Я не верил. Но сейчас я в это верю. Я это вижу. Я не знаю. Амазона правил нет на самом деле. Очень серьезно. Самый классный опыт это негативный опыт. Потому что хорошо когда все хорошо. Сколько было неудачных запусков сейчас. Когда люди зашли перед Новым годом. Завезли хрень какую-то. И оно у них выстрелило. И все распродалось. Волота в сток. И потом они знаешь на эйфории. Китайцы заказывают в 2-3 раза больше партию. Привозят. А в январе не что-то продается. Значит никому не надо. Более того еще и возвраты пошли. Того чего набрали там за праздники. И все. И все. И люди все это не знают как это продать. Вот. А на самом деле. Когда ты вот так вот постепенно запускаешь. Скажем так. Не спеша. Да. Ты видишь. Что это не просто вот какой-то такой сезонный всплеск. А реально как бы вот. Есть спрос. И те вопросы почему-то. То вот этот опыт намного более полезный. И он реально. Ну. Его можно скажем так. Потом. Скорелировать на там. Будущие периоды. Вот. Поэтому я общаюсь. Поэтому я помогаю. Меня спрашивают. Зачем ты стратишь столько времени. Общаешься там. Лишь какую-то переписку. Там. Просто бесплатно помогаешь людям. Потому что я от них получаю кейсы готовые. Я не помогаю в любой ситуации. Не объясняю. Не рассказываю. Мне интересна ситуация. Вот. Человеку сложность пять. Он столкнулся. Да. Зрамотный вопрос задал. Я пытаюсь решить. Я понимаю что я с такой ситуацией не сталкивался. Я например. Не знал новичков. Что. Куча. Проблем с верификацией. Нотариус. Нотариус еще. Да. И что не возвращаются деньги за этот период. Когда ты не торговал там. И что банят за изменение реквизитов. Раньше без проблем меняли. Одну карту поменяли на другую. Один владелец карты поменяли на другую. Сейчас нельзя? Сейчас нельзя? Не знаю. Сейчас человек поменял реквизиты с физика на юрлицо. На свою компанию. Амазон посчитал что возможно взломали аккаунт. Взял его забанил. От греха подальше. Забанил аккаунт. Выключил инстинги. И человек получается своему аккаунту восстанавливал в месяц. Пока не подключил юристов. Пока там все необходимые. Причем они ему послали типа поменять пароль. Он поменял пароль и не может выйти под этим паролем. И пробовал и так и сяк и это. Капитанца с бубном. И там через покупателя заходил. И через продавца. И нифига не проходит квалификацию. И только пока я подключил юристов. Сбросил все необходимые сканы. Подпредел что он это он. Ему разбанил. А он в месяц не торговал. А представляешь для крутого аккаунта. Если например там уже обороты серьезные. Что такое в месяц не торговать. То есть у меня изменения постоянно. Постоянные изменения. Эти хайджекеры. Тебе сказать. Джест лаунчеры которые появляются. У меня нет такой проблемы. А у ребятам куча этих джест лаунчеров. Что появляется ежедневно. Соответственно. Как с ними бороться. Ты пытаешься людям помочь. Соответственно. Для себя понимаешь. Вот этот алгоритм вырабатываешь. Пока ты не сталкиваешься с этой проблемой. Ты не знаешь как ее решить. Но ты помог решить эту проблему. И ты уже сам знаешь. Как с ними бороться. Ну это я говорю. Просто кто не понял. Он никогда не поймет. Мне кажется. Если не хочешь понять. И в любом случае. Будешь всегда какой-то негатив искать. Ну просто. Действительно. Действительно. В интернете. Ну нормальных людей наверное немного. Ну вот. Мы работаем по-своему. В качестве рекламы. Да. Кто не хочет бесплатно. Никаких проблем. То есть. Чтобы не было никакого подвоха. 30 долларов в час у меня ставка. Консультация. То есть. Пожалуйста. Обращайтесь. Я платно. Я платно проконсультирую по тем вопросам. Которому Богу бесплатно. Проконсультировать. Ну что делать. Да. Если человек предлагает. Почему не взять. Я считаю. За потерянное время. Можно. Так. Еще у нас вопрос. Про нашу тусовку. Ну это. У нас там есть там. Скайп чат. Я не знаю. Там есть места. Нет мест. Мы там раз в неделю созваниваемся. Даже сложно сказать. Рекламировать бессмысленно. Вот. Все. Всех не берем. Берем полезных. Со скайп чата. Со скайп чата. В принципе здесь все. Вот. Очень многих я смотрю. Уже присутствуют. Потихонечку. За год. В группе начинают все-таки. Как-то привыкать. К этим. Прямым эфиром. Подтягиваться. Хоть помогать нам. Ну и многих я подтягиваю. Чтобы они просто рассказывали. Потому что. Разницы. Никто ничего. Мы не скрываем. Просто. Скайп он ограничен там. 25 мест насколько я помню. На созвоне. Да. Да. У тебя спрашивают какой маринад там. Во-первых. Во-вторых значит. Я хотел сказать про Дениса. Если. Кому интересно. Я думаю многим интересно будет. Это. Мне кажется самый главный специалист по правилам Амазона. Справочник просто. То есть если какой вопрос есть по правилам Амазона. Это Денис просто. Е-мое. Знаешь все. Так. Значит Сергей что спрашивает. Я последний раз у этих козлов требовал возмещения ущерба. Вылетел лисинг на ровном месте. И два дня не мог продавать. Пишу козлам этим четыре косаря с вас. Так в день у меня товар продается на две тысячи. Результат то есть. Денис будешь в этом году в Болгарии у тебя спрашивать. Я думаю мы два Дениса. Но думаю спрашивать тебя. Потому что я и прошлым не был. Да. Не знаю. Пока. Сложно сказать. Ну куда-то поеду точно нужно будет отдыхать. Потому что мозги не выдерживают уже. Ну ты на этот самый. На форум съездишь. А так. Ну на форум я поеду. Планирую на два дня. Если там кто киевляне. Так что давайте там организовывайте встречу. Я хочу по Киеву погулять. Надеюсь походу будет хорошей встречи. День там форум. Мозги посушить. Ну и день погулять так. Посмотреть. Мы сейчас пока. В процессе. Чуть-чуть попозже туда. Так. Что-то я еще хотел сказать. Ну думаю на сегодня достаточно. Мне кажется было классно. Да. Кто. Да. Хотел задать вопросы уже. Ну. Самое основное. Зарезюмировать. Что делайте листинг релевантным. Если раньше например была такая методика. Люди все парились по поводу ограничений. Опять про маринад забыл сказать. А теперь. Что нам этот листинг все. Листинг. Листинг. Еще меньше будет. То есть ну. Были слухи такие от Брайана Джонсона. Что вообще там чуть ли не индексироваться будет 400 символов. Включая тайтл. То есть грубо говоря 100 символов в тайтле. Да. Там 300 символов встаются на бэкэн. Это когда? Я на своем листинге прочувствовал это в полной мере. Потому что реально у меня если я очень много забиваю ключей. Они просто тупо не индексировались. Это когда будет и 400 символов? Неизвестно. Ну говорят что уже. Ну тестируют. На некоторых листингах такая беда. Вот у меня на новом листинге такая беда. Старый листинг без проблем. В старом листинге 2000 символов забит. Бэкэнд полностью под завязку. Все пять строчек. Буллеты сумасшедшие длинные. Как бы никаких ограничений. Тайтл максимально там 200 символов. Вот сколько максимально влазило мне. Пока на зоне не стало лгаться. Дискрипшн тоже максимально забита. Все там муферы, предложения. И все работает. Индексируется. Листинг не слетел. Но этому листингу уже блин больше полгода. В август наверное. Все поняли про листинг. Что он должен быть крутой. Хотел спросить. Заказывать или самому писать? Я все делал сам. Все. Я тоже сам делаю. Теперь самый важный вопрос. Подытожь. Какой был маринад? Единственное. Отдавайте на вычетку. Я сейчас отдал на вычетку. Ничего ошибок не нашли. Ну вычетка да. Это да. Я скажу, что если у вас есть ляпы. Ну реально это очень сильно портит конверсию. То есть когда у вас мексиканцы покупают им пофигу. Что у вас там написано. Они по картинкам такое решение покупают. Но если у вас покупают американцы. То они читают. И если они видят что там ляпы. Они думают что это китайцы какие-то писали. Либо индусы просто не доверяют такому товарищу. А у меня ошибки были. Я вот дал на вычетку. Ошибок нашли. Такие ну вот. Индусской. Обороты неправильные. Все. Все понятно. Индусской СЕУ не работает ни у кого вообще. Я знаю наверное всех. Ну не знаю. Вот. Еще вопрос. Маринад какой. Самый важный вопрос. Народ спрашивает. На твоей фотографии. Хороший. Секретный. Кстати. Самый простой. Соль. Перец. Вода. Лук. Все. Можно без воды. Можно просто руками лук пожать. Или через мясорубку. Будет все то же самое. Ну. Воду можно немножко добавить. Но опять же. Если мясо сочное. Хорошее. Вода не нужно. Лука побольше. Ну. Дженни Дип пишет. Что у него индусской СЕУ работает. Ну. Вот что сказать. Значит. Все монстров. Которых я знаю. Ни у них. Ни у кого не работает. Обращайтесь. Вот. Дженни Дип. Он знает где работает. Индусы кстати не пишут уже. Ну. Сложно сказать. Я ничего не могу сказать. Я не могу. За всех. Ты видел в интернете. Видел в интернете. Ролик. Китайцы Лаки. Да. Да. Телефон. А я скидал тоже. Куча смартфонов. Да. Так. Это новый метод. Ватсап сделать надо. Рубик пишет. Да нет. Просто разговаривать бесконечно невозможно. У меня по 4-5 этих лайвов. Скайпов. И всего остального в неделю. Просто к крыше едет уже. Хотелось бы единственное. Вот. Провести лучше два лайва в неделю. Ну. Чтобы тут было хотя бы ну тысячи человек. Пятьсот человек. Было много вопросов. Было интересно. Кто-то модерировал там. Ну в смысле не модерировал. Удалял. А именно. Ну там. Выделял хорошие вопросы. И так далее. Да. Я просто не успеваю. Я читаю. Я даже не слышу. Что Денис бывает говорит. Мне приходится перечитывать. Потому что он не видит вопросы. Вот. А если вопросы смотреть. У него здесь всего 4 вопроса. И я многие вопросы просто не успеваю даже сказать. Они погружаются. Я бывает на бумажки пишу. Уже забыл. И. Ну вот. Ну так вот работаем. У нас нет здесь никого. Помощников там. Как минимум. Неплохо было бы если например какой-то анонс в тему идет. Накидывать вопросы. Прямо сразу в комментарии под темой. Нет. Наши и продвигают. Ребят. Все кто сейчас двигает. Все наши. Индусами и пакистанцами. Мы называем белорусов и украинцев. И казахов и русских. Все. Вот они сейчас сидят и классуют. Это просто по методу. Метод просто изначально. Они там начали. Индусы. Индусы. Потому что это метод который такой. Он не технический. Он просто такой рутинный. Рутинный. Наши программисты уже давно сделали программу. На это были согласны только индусы. Поэтому так и называются индусские методы. Или пакистанцы. Или бангладешцы. Вот. Но сейчас. Сейчас. Посчитали наши. Наши народы тоже капуста идет. Что на биткоин кранах. Заработок реально. Когда я вот эти вот. Там. Пару баксов. Там реально оттуда можно выдергивать. И на этом зарабатывать там. 10-20 долларов даже в день. Если все хорошо. Но это все умерло. Вот. Сейчас у многих. Большое количество людей. И программы есть. Которые все это автоматизируют. Там есть свои минусы. Опять же. Свои плюсы. Вот. Ну и не те. Не у тех. Не у тех. У меня. По крайней мере. Я не знаю. Ни одного человека. У кого работает. Это. Ну наверное. Самое известное. То есть там. Все кого вы знаете. Вот самых таких. Больших. Я с ними общаюсь. Как бы. Мне сказали. Что у них не работает. Кстати. Тоже предложение. То есть. Программисты смотрят. Ребята. Которые. Может быть. Не совсем в теме Амазона. Хорошо. Как бы. С приложениями. Работают. Google Chrome. Этими приложениями. То есть. Если у кого есть какие-то способности. Возможности. Как бы. Давайте о себе знать. Да. Программисты нам нужны. Многие пытаются. Многие пытаются. Многие пытаются. Делать там. То что уже есть. То что уже есть. Не нужно. Там. Трекер. Например. Ну. Есть трекеров. Куча трекеров. Куча трекеров. Нормальных. Которые хорошо работают. Но проблем с ним нету. Есть куча автореспондеров. Но. Есть функции. Которые. Нужно. Например. Софт. Который бы. Проверял бы индексацию. Сразу. Короче. Я тебе могу сказать одно. Денис. Просто. Многие программисты. Многие программисты. Делают для себя. И как они думают. А надо общаться. С продавцами. Что нам надо. Поэтому. Задавайте вопросы. Интересуйтесь. Что вы можете. Предлагайте свои услуги. И вам будет устроить. Что нам нужно. То есть. Нужно. Много. Много. Около. Амазоновского софта. Который. Скажем так. Облегчил бы. Где-то. Какую-то участь. В плане работы. Ты чем занимался до Амазона? Он и сейчас работает. Амазон его не кормит так. Это у него хобби. Правильно я говорю? Да. Вот. У меня на данный момент. Амазон это дополнительный заработок. То есть. У меня есть основная работа. Основной бизнес. А. Женя Дип говорит. Его сейчас продвинули. Сейчас продвинули. Да. Да. Давай индусы конечно. Но смотрите какая. Вот я лично. Мы как продвигали. По всем этим схемам. И так далее. У нас стопроцентный возврат денег. Я деньги беру не для того чтобы например там что-то как-то куда-то. Просто я не хочу потом за клиентами еще бегать. Потому что я являюсь гарантом. То есть. Мне деньги перечислили. Работу сделали. Я деньги заплатил. Так что люди. Которые у нас здесь работают. Они также стараются в полный рост. Но сейчас на данный момент не получается. А то что как некоторые товары реально продвигаются. Но это не стабильность. Для меня стабильно это ну хотя бы выше 80%. А сейчас бардак. Сейчас непонятно. То есть он сам по себе двигается. Ну буду рад контакту естественно. То есть если какой-то там индус проявится. Которого действительно результат есть. Посмотрим как он это делает. Тут момент еще как бы не забывать про откровенно черные какие-то там. А что касается там с отмененными продажами. Вот такие вот манипуляции. Такие прям программные. Ну тут надо быть осторожным. То есть все-таки как продвижение как можно ближе к органике должно быть. Ну естественно. Оно все механизированное. Но такие прям уже совсем палевные какие-то. С какими-то там такими жесткими методами. Черным. Я думаю чревато банным. Так. Так. Ну в принципе. Единственный напоследок тебе вот тут Андрей написал Корнер. Скажи Денису. Пусть улыбнется. Он в жизни такой. Не идет быть серьезно. Мы видели на фотографии какой он в жизни. Вот так что. Я такой. У меня сегодня просто я ходил на этот. На разбор ДТП. Как его блин. Со страховой короче. Я выяснял там в момент. Немножко мне портили сегодня. Ну в любом случае. Все программисты. То есть обращайтесь. В любом случае. Общаться. Просто проблема с программистом. То что они сами все выбирают. И они сами под себя такое ощущение программы делают. А не для клиентов. Вот. А надо клиенту быть ориентированным. Можно много всяких нюансов сделать. С минимальными затратами. Но. Самая важная вещь. Вот. Они всегда можно правильно расставить приоритеты. Опять же. У продавца до пяти товаров одни приоритеты. А до пятидесяти товаров другие приоритеты будут. Так что же. Надо правильно оппозиционировать свой продукт. Кому мы предлагаем. Если в этой группе основная масса. По крайней мере с теми с кем я общаюсь. Это новички. Это люди которыми год занимаются. До года занимаются. У которых до десяти товаров например. И все. Самый важный момент. Граиля нет. Да. Решения единого нет. Для всех у каждого. Нет такой программы. Которую ты все параметры забил. Нажал на тебя. Выдал супер товар. А потом за тебя все продвинуло. Оптимизировал тебе рекламу. Да. И обучение по видео посмотрел. Одно и то же ему. И для всех одно прокатило. Для одного прокатило. А для десяти не прокатит. В любом случае. Все индивидуально только. В индивидуальном режиме. Ладно. Все ребята. Мы что-то рекорд поставили. У нас по посещению рекорда нет. Времени рекорд точно есть. Это охренеть просто. Двадцать с половиной часа. Практически. С двух видосов. Я уже засыпаю просто. Всем удачи. Всем пока. Спасибо кто был. Вопросов было много. Было интересно мне кажется. Да ребята. До свидания. Всем пока.